Смотрите прямо сейчас. Смотрите прямо сейчас. Затянуть пояса? И что дадут Украине последние договоренности с Россией? Премьер-министр Николай Азаров готов ответить на все эти вопросы в сегодняшнем выпуске нашей программы. Модный приговор. Кто из политиков выглядит стильно, а кому о хорошем вкусе остается пока только мечтать? Спасение рядового Шалита. Ради освобождения одного пленного капрала Израиль выпустил из тюрем тысячу палестинских террористов. Но станет ли обмен века шагом на пути к миру на Ближнем Востоке? Или наоборот спровоцирует охоту за израильскими солдатами, за жизнь которых государство готово платить такую высокую цену? Из зоны конфликта на связь с нами выйдет спецкор телеканала Интер Андрей Цеплиенко. Любовь на расстоянии. За что любит и за что не любит свою историческую родину украинская диаспора в США? Специальный репортаж из украинского квартала на Манхэттене. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Большая политика». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я приветствую всех, кто в эту минуту смотрит телеканал Интер. Это программа «Большая политика». Мы в прямом эфире. И вначале я хотел бы коротко напомнить о некоторых наиболее важных событиях последних дней. Событие, которое обречено войти в историю. Один из самых экстравагантных ближневосточных диктаторов, полковник Муаммар Каддафи, правивший Ливией более 40 лет, нашел свой конец. Вопреки слухам, после революции Каддафи, как теперь ясно, не покинул страну и гибель, настигла его в родном городе Сирт, после того, как населенный пункт взяли войска нового правительства. Подробности произошедшего наверняка еще не раз будут уточняться, но по наиболее распространенной на данный момент версии, Каддафи был захвачен раненым и, скорее всего, добит правительственными войсками, после чего его труп выставлен на общее обозрение. История, достойная голливудской экранизации. И такая, несомненно, вскоре появится. После почти шести лет палестинского плена на родину, вернулся израильский солдат Гилат Шалит. Причем за его свободу Израиль заплатил самую впечатляющую цену в истории обменов пленными. Отпустил из тюрем почти полторы тысячи палестинских террористов. Вот такая впечатляющая забота об одном гражданине. Однако доблесть это со стороны государства или безумство? Ведь на свободу отпущены преступники? На этот счет не все едины не только в самом Израиле, но и в остальном мире. Свобода израильтянина обернулась свободой и для украинки Ирены Полищук. А вот ее мужа, палестинца Ибрахима Сарахну, не выпустили даже за Шалита. У него шесть пожизненных сроков за терроризм. МИД Украины предупреждает. Посещение Таиланда может быть опасно для вашего здоровья. Из-за сильных осадков в курортной стране вышла из берегов главная река Чао-Прая. И начались катастрофические наводнения, в том числе в самой столице, Бангкоке, причинившие не только огромные убытки, но и гибель нескольких сотен человек. Европа тоже бушует. Только это уже не погода, а люди. В минувшие выходные многотысячные демонстрации прошли в Риме, Берлине, Мадриде и множестве других городов. Участники говорят, что эти протесты – борьба против глобального финансового терроризма. Больше всего финансовому терроризму досталось в Риме. Там группы погромщиков устроили пожар в Министерстве обороны Италии. Тут уже власти вечного города не выдержали и на шесть месяцев запретили в итальянской столице все демонстрации, кроме сидячих забастовок. Все это стало эффектным обрамлением для Международного дня борьбы с бедностью, который отмечается 17 октября. А вот в Украине этот день отмечало от силы полторы тысячи вполне мирных украинцев, собранных на Майдане независимости Федерации профсоюзов. У Виктора Ющенко нет американского гражданства, и он к нему и не стремится. Это пытается доказать сам Виктор Андреевич в суде, оспаривая соответствующие высказывания нардепа Геннадия Маскаля. Напомним, Маскаль рассказал СМИ, что бывший украинский президент подал документы для получения вида на жительство в США и обзавелся за океаном недвижимостью. В качестве желаемой моральной компенсации за распространение несоответствующей действительности информации Виктор Ющенко указал в иске одну гривну. Но Маскаль уверен, что и эту символическую сумму ему терять не придется. Суд он выиграет. Гораздо более сложная тяжба продолжается у Юрия Луценко. В зал суда к нему даже вызвали скорую. Врачи 20 минут оказывали экс-министру помощь за закрытыми дверями. Тем временем его пресс-служба посчитала сегодня ровно 300 дней, как экс-министр внутренних дел находится в СИЗО. А вот Юлия Тимошенко, едва покинув зал суда, может опять в нем оказаться. На этой неделе ее прямо в СИЗО допросили следователи по делу о долгах корпорации Единые энергетические системы. Напомним, это дело четвертое в отношении Тимошенко. СБУ завела его на прошлой неделе. На этот раз экс-премьера обвиняют в том, что в 1990-х годах она вместе с тогдашним премьер-министром Павлом Лазаренко перевела на государство долг своей корпорации ЕСУ перед Министерством обороны России на сумму, которая сегодня составляет больше 405 миллионов долларов. Одним из оснований для возбуждения дела послужило еще июньское письмо министра обороны России Анатолия Сердюкова премьер-министра Украины Николаю Азарову, где Сердюков требует возврата долга. Интересно, что теперь правительство России выражает по этому поводу удивление. Дескать, Москва никогда не поддерживала Киев в преследованиях Тимошенко и не рассчитывала, что письмо будет использовано ей во вред. Противникам российского империализма в Украине добавилось поводов для протестов. Луганские депутаты задумали установить у себя памятник Екатерине II, которая считается основательницей города. Местный облсовет уже выделил для царицы площадку. Если все получится, это будет уже третий памятник матушке Екатерине в независимой Украине. Первые два, под бурное негодование националистических сил, поставили у себя Одесса и Севастополь. Ну и, безусловно, самое главное событие – это реакция президента Украины на многочисленные заявления западных политиков по поводу обвинительного приговора, вынесенного Юлией Тимошенко, когда Виктор Янукович впервые был так жесток и резок в беседе с представителями ведущих европейских и американских средств массовой информации, которая состоялась в минувший понедельник. Один из участников встречи, корреспондент газеты Wall Street Journal написал, что Янукович был неожиданно весьма эмоционален. Говоря о грядущей судьбе Юлии Тимошенко, далее цитата, «Повышая голос, Янукович призвал Запад уважать его страну, сказав, что создается впечатление, что они не хотят слушать его заявление о том, что он не вмешивается в работу судов и правоохранительных органов». По словам корреспондента другого издания New York Times, президент дал понять, что неправильно интерпретировать сам факт ведения им дискуссий с западными политиками и чиновниками на тему возможной декриминализации статьи, по которой осуждена Тимошенко, таким образом, будто тем самым он берет на себя какие-то обязательства. А вот что сказал Янукович на следующий день в интервью известному литератору и журналисту старшего поколения, которого многие помнят как главного редактора перестроечного журнала «Огонек» Виталию Коротичу на Первом национальном телеканале. «И складывается такое впечатление, что мы, как бедные родители, просим, а нас не пускают. Я этого не хочу. Я не хочу, чтобы у нас порушены были наши права, партнерские. И я хочу, чтобы мы имели такую угоду, которая нужна нам. И вот я наполягаю, я весь час выступал. И на этом форуме «Схидное партнерство», который был в Варшаве последним временем, я сказал и наполягал, чтобы в угоде была отображена перспектива вступа Украины в Европейский Союз. Мы ответы не получили. Нам дали сигналы, что не задоволенны Европейские комиссии, что мы наполягаем. То есть, натякают, чтобы мы сняли это вопрос. Я сказал, что если вы не готовы подписывать эту угоду сегодня, давайте ждем завтра. Давайте после завтра. Давайте наберемо терпения. Существует Тимошенко, я уверен, что пройдет время, и все оно станет там на свои места. Если она не виновенна, прийме суд решение, и это будет решение суду. Если она виновенна, будет нести ответственность. Главное, чтобы мы, как партнеры, смотрели один одному в очи с повагой. Я не имею права такого, как президент Украины, будь кому дозволяти, чтобы не поважали нашу точку зору, точку зору нашей державы. В итоге визит Януковича в Брюссель отменился. Точнее, был перенесен на более поздний срок, примерно середину ноября. В то же время, первый вице-премьер Андрей Клюев побывал в Брюсселе, и более того, по итогам его визита было объявлено, что техническая работа над текстом соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом успешно завершена, и осталось принять политическое решение. Но это уже в декабре. Смотрите в следующей части нашей программы. Почему именно сейчас премьерам постсоветских стран удалось сделать то, что не удавалось на протяжении 17 лет создать зону свободной торговли? И о чем еще договорились в Санкт-Петербурге главы украинского и российского правительств? Об этом сегодня расскажет в нашей программе премьер Николай Азаров. Мы снова в прямом эфире. Мы – это программа «Большая политика» и я ее ведущий Евгений Киселев. Я хотел бы добавить к анонсам тех материалов, которые прозвучали в самом начале нашей программы, потому что когда дело дойдет до разговора про моду и политику, в этой части программы примет участие замечательный человек, знаменитый историк моды, автор многочисленных книг, Александр Васильев, который присоединится к нам телемостом из Санкт-Петербурга. Мы не могли сначала прогонсировать этого участника нашей программы, просто потому что до конца не было уверенности в том, что он сумеет выйти на связь с нашей студией. Но сейчас все нормально, так что эта тема, я думаю, пройдет у нас, как говорится, на ура. Но вернемся все-таки к событиям недели с некоторыми важными политическими новостями минувших дней. Я познакомил вас уже в самом начале программы. Вот еще одна новость на этот раз из жизни интернета, пользователей которого с каждым годом становится все больше. Влияние его на настроение граждан, во всяком случае компьютерное, грамотное их части становится все серьезнее. Так вот, один из самых успешных, популярных, обсуждаемых проектов в русском интернете гражданин-поэт впервые посвятил очередной выпуск событиям в Украине. Обвинительному приговору по делу Юлия Тимошенко. Но прежде чем показать это видео, несколько слов о том, что это вообще за проект. Гражданин-поэт. Юрий Гагарин в одно слово с маленькой буквы представляет, провозглашает за кадром знакомый голос одного из самых лучших современных русских актеров Михаила Ефремова. Уже смешно. Так начинается каждый новый видеоролик этого проекта, в котором помимо Ефремова участвуют поэт и прозаик Дмитрий Бытьков, один из самых раскрученных и плодовитых босковских литераторов и продюсер, режиссер Андрей Васильев. Знаменитый журналист, в прошлом многолетний руководитель издательского дома «Коммерсант», в том числе создатель газеты «Коммерсант Украины». В этом трио Васильев, большой выдумщик, генерирует идеи, Быков сочиняет на заданную тему политическую сатиру на злобу дня непременно в форме подражания какому-нибудь всем известному стихотворению одного из русских классиков или современных авторов. А Ефремов исполняет его, обязательно появляясь при этом в хрестоматийном образе самого классика. Это может быть, к примеру, Александр Сергеевич Пушкин с его знаменитыми бесами, когда гражданин-поэт реагировал на теперь уже разрешившуюся, а тогда все еще мучительно тянувшуюся интригу. Кто же все-таки, Медведев или Путин, будет следующим президентом России? Мчатся тучи, бьются тучи, невидимкою луна, кто теперь главней круче, непонятно ни хрена, всплыли прежние соблазны, словно воля на дворе. Закружились бесы, разные, словно листья в ноябре Глеб Павловский, Стас Белковский и Чедаев Блавник дружно вынули обноски прежних жреческих туник. Слышен виск единой раши, с подвываниями юнцов, мчатся наши, вьются наши, невидимкою немцов. Это может быть Владимир Высоцкий про рейд американских спецназовцев, уничтоживших террориста номер один Усаму Бен Ладена. У Аль-Каиды крупный случился провал и великий триумф у ковбоя, тот, кто спать не давал, кто все время взрывал, наконец не вернулся из боя. Он грозил не в попад, на законы поклал, торговал наркотой и рабами, но по совести жалко, не знаю, как вам, что теперь он достался Обаме. Это может быть Александр Блок с его незнакомкой. Реакция на демонстрацию в поддержку Путина в центре Москвы, которую минувшим летом устроили некие полуодетые юные прелестницы, скажем сразу, имеющие робкий и бледный вид на фоне безбашенных активисток украинского движения «Фемин». В сети полно видеороликов, от них тинейджеры торчат, там девушки с глазами кроликов, порву за Путина кричат, и каждый вечер в час назначенный под крик подвыпивших путан атласный лифчик, расхераченный, как пара чепчиков, летал. Это может быть Юрий Никулин, обсмеивающий эпизод недавней пресс-конференции Медведева, когда президента спросили, представляет ли для общества опальный олигарх Ходорковский такую страшную угрозу, что его надо уже столько лет держать за решеткой, отказывая в праве на условно-досрочное освобождение. Медведев подумал, ответил «нет». Но в судьбе МБХ, как сокращенно называют в российской прессе Михаила Борисовича Ходорковского, это ровным счетом ничего не изменило, а Медведев тем самым в очередной раз расписался в отсутствии у себя реальной власти. Постой, паровоз, не стучите, ребята, случилось конкретное фуфло. Набили прессу в хату, устроилась пресс-хата, и тут их внезапно прорвало. Один журналюга, наслушавшись басен о смертности ихнего греха, спросил президента, насколько, опасен откинувшийся скетчей МБХ. Ну, а теперь посмотрим тот самый последний видеоролик, посвященный украинским делам. Юрий Гагарин в одно слово с маленькой буквы представляет гражданин-поэт чуден Днепр при тихой погоде не хватит слов ни в каком языке, но что это летит на ночном небосводе, то ведьма с косою верхом на козаке. Е, Е, Гоголь здесь, дерет его уздечкой, сошит его кутузкой, шпорит ногой и подгоняет рукой. Ты, мол, донецкий, ты, мол, прорусский, ты не симпатичный, такой сикой, так она и скачет, на нем невозбранно, подсвистывают ляхи, ликует джип. Да, ведь она ведьма, хотя и панна, думает несчастный, а сам бежит. Вымятся рассветы, колышутся закаты, потупились воры, смущаются АЗК, а всякая нечисть, Евросоюз и Штаты, девица, как ведьма, гоняет козака, а они кричат ей, ну дай хорошенько, не зря же ты, пани, стоишь во главе. Черт тебя выдумал, пани Тимошенко, а черта выдумал, Гоголь НВ, но движется эпоха, меняются числа, прежнего веселья не видно ни в ком. Козак притомился, как-то изловчился, и сам же на ведьму вскочил верхом. Ах ты, басурманка, ах ты, зараза, а пока ты тут хозяйкою гуляла в дому, на тратила червонцев, на покупала газа, да я тебя поленом, да я тебя в тюрьму. Она под ним стонет, почти бездыханно, а он на ней косуется, а як на коне. Нет, он не посмеет, думает пана, но чует при этом, посмеет вполне, и он ее хлещет, никак не успокоится, поленом лупит, кнутом сечет, черт его выдумал, того Януковича, черта Гоголя, Гоголя, черт, вот так над Украиною, они летят пулей, она задыхается, а он все прогас, и он до того уже замолотил июлью, что стала красавица, не отвести глаз, предстала умученной, трагически бледною, козак же Столборова, вся рожа в шерсти, давно ли Украина звала ее ведьмою, теперь же сочувствует, и молит, пусти, как много защитников у ней, как те блюда, теперь она нравится, каждому хлыщу, стоит Янукович, брутальнее, брутальнее, не отпущу, не отпущу, нацелила нечисть, глаза неживые, вылетела вся, сколько есть на земли, пошлите за Вильям, приведите Вилья, послышалось, сюда и Вилья привели, едва он явился, забегали, замекали, забыли, вурдалаки, послышался гром, вошел в такой скромный, с опущенными веками, ничего личного, чисто Газпром, гляделся в окрестную, злобонную жижу, заставил Януковича мелко дрожать, чуть века приподнял, мне, говорит, не вижу, не вижу оснований ее сажать, взглянув на это все незамыленным глазом, не вижу перемены в соседней стране, а если вас волнует ситуация с газом, то вы его получите по той же цене, потом он удалился, скромен, но грозит, и эхо повторило его слова, и ахнул Енукович, и грохнулся озим, и Юля оказалась во всем права, да это я в шутку, да это я для виду, мол, шептал он, посрамленный, не чувствуя ног, эх, Путин, Путин, кто тебя выдумал, точно не Гоголь, Гоголь бы не мог, е-е, Гоголь здесь, е-е, Гоголь здесь, е-е, Гоголь, 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 Моголь, 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 Моголь. Ну что ж, а теперь мы возвращаемся в студию программы Большая Политика, мы в прямом эфире, и мы ждем здесь премьер-министра Украины Николая Азарова Николая Янович, прошу вас. Здравствуйте. Прошу вас. Начнем здесь, с вашего позволения. Прошу вас. В Кинии говорит, не понимаю, за что Симошенко дали 7 лет. МИД России в тот же день отмечает очевидный антироссийский подтекст во всей этой истории. А как сейчас, спустя определенное время? Разобрался Владимир Владимирович, за что дали 7 лет? И сняты вот эти подозрения в антироссийском подтексте? Ну, я думаю, разобрался, а я со своей стороны еще дал пояснение. Прежде всего, я обратил внимание российского премьер-министра, что в действиях украинской стороны нет никакого антироссийского подтекста. И нет никаких антироссийских намерений, кроме одного. Это договориться с Россией по целому спектру вопросов, в том числе и урегулировать, наконец, наши взаимоотношения в сфере обеспечения Украины газом. Это самое главное. И, скажем, наши российские партнеры понимают сейчас, что Украина покупает газ из-за этих соглашений по самой дорогой цене в Европе. По самой дорогой, подчеркиваю, по такой цене, которая делает абсолютно неэффективной работу нашей экономики и промышленности, которая делает практически неизбежным повышение тарифов, но нет источников для вот такого покрытия, такой громаднейшей разницы. И, естественно, для нас является чрезвычайно важной задачей это, будем говорить, достижение договоренности. Ну вот простите, пожалуйста, я хотел просто привести одну цитату из уважаемого украинского издания, говорят чрезвычайно осведомленного, «Зеркало недели». Вот покажите нам, пожалуйста, эту цитату. Несмотря на все недавние заверения Азарова в том, что дело Тимошенко не имеет никакого отношения к желанию Киева пересмотреть газовые контракты с Российской Федерацией, источники свидетельствуют о том, что в Брюсселе доказывалось как раз обратное. Дабы успокоить европейцев, украинские эмиссары убеждали своих собеседников, что обвинительный приговор Тимошенко – единственное спасение от газовой удавки России. Что, доказав в суде превышение полномочий экс-премьером при санкционировании заключения пагубных для Украины соглашений, можно будет обращаться уже в международные инстанции для их оспаривания или расторжения. Бунисон, очень уважаемый в России политолог, вице-президент Центра политических технологий, пожалуй, крупнейшего российского политологического центра, Алексей Макаркин, вот говорит, я тоже цитирую, «России не очень приятен обвинительный приговор, потому что в этом случае будет взята под вопрос легитимности соглашений, принятых в 2009 году». Ну что, это вот все измышления? Вот никакой под этим основы нет? – Ну, я оставлю на совести тех, кто приводит эти высказывания, поскольку мы такие аргументы не используем в наших переговорах. – Категорически? – У нас есть другие аргументы, вот, и мы их стараемся использовать для того, чтобы убедить российскую сторону. – Ну, например? – Ну, и аргументов масса. – Ну, например, ну, вы понимаете, вот все хотят, знаете, там, это же бизнес, там, купить подешевле, продать подороже, да, вот, что должна Россия получить взамен? Да, ну, если там, скажем так, правовые сомнения в легитимности заключенных соглашений оставить в стороне, то, ну, смотрите, там, Россия-то должна что-то получить взамен? Ну, просто из такой житейской логики, да, ну, вот, если она сбавляет цену, да, вот что-то она взамен, потому что все говорят, вот, кроме ГТС, предложить Украине нечего. Рано или поздно придется отдавать ГТС, или, там, отдавать нафтогаз, фактически, на поглощение Газпрома. Ну, что интересует Россию, прежде всего, в чем ее заключаются стратегические интересы, сейчас, в области поставки газа? Это обеспечить надежный транзит газа в Европу. Это основной источник валютных доходов Газпрома. В связи с чем у России возникли сомнения, что Украина является надежным транзитером газа? А вот в связи с тем, что в январе 2009 года практически две недели газ не поставлялся в Европу. Поэтому первое, что необходимо России, это гарантии надежной поставки газа. И вот это самое главное, и самый главный наш аргумент, который мы используем в переговорах с Россией. Мы убеждаем своих российских партнеров, что мы готовы путем заключения соглашения гарантировать надежность и стабильность поставки газа. Это самый главный наш аргумент. А что касается, вот скажем, каждый хочет... А вот есть другое мнение, что Россию не столько надежность поставок интересует, сколько в некотором смысле политическая зависимость многих игроков на европейском рынке от этих поставок. Владимир Владимирович Путин, он геополитик, он же мыслит немножечко другими категориями. Иначе зачем ему втридорого там тянуть по дну Черного моря, этот самый Южный поток, если можно посуху через территорию Украины пустить? Но он пока не тянет. Но собирается. Ну, собирается. Второе. У Европы есть, в отличие от нас, возможность получать газ из разных источников. Прежде всего, это Северная Африка, это страны Персидского залива, это Норвегия. Наконец, есть другие возможности получать газ. У нас их нет. Поэтому такой вот геополитический подход, о котором вы говорите, он на Европу не очень срабатывает. Конечно, Европа больше всего заинтересована в нашем трубопроводе возможности достаточно дешевой поставки энергии из России. И именно поэтому наши переговоры с Европейским Союзом говорят о том, что в перспективе европейцы готовы подключиться вот к такому договору о условиях. Трехсторонний консорциум по управлению украинской ГТС, так? Да. Ну хорошо, а эта перспектива, вот вы видите, в перспективе будет, она временными сроками измеряется? Ну, конечно, измеряется. Ну, примерно, там, речь идет о, я не знаю, о годах, о месяцах, о неделях создания этого процесса. Ну, я думаю, что в данной ситуации речь идет уже о более конкретных сроках. Я все-таки хочу вернуться вот к тому главному аргументу, с которого вы начали, что вот каждый продавец заинтересован продать подороже. Ну да. А вот представьте себе простую житейскую ситуацию. Вот рынок, да? Вот товарищ какой-то, так сказать, продавец хочет подороже продать товар и выставляет такую цену, что его никто не покупает. Знакома такая ситуация? Ну, бывает такое. Все проходят мимо и ищут, так сказать... Ну, это не ликвидный товар. Ну, почему? Хороший товар, хорошего качества. Ну, раз не покупают, значит, не ликвидный. Ну, он захотел очень высокую цену. И вот не покупают. Или покупают очень мало, да? Вот он мог бы 10 костюмов продать, а продает всего один. Что делает в этом случае нормальный продавец? Пересматривает цену, он ее снижает. Вот и мы с моим российским партнером говорим. Ну, хорошо, вот вы, так сказать, в силу сложившихся обстоятельств добились, ну, исключительно высокой цены и заставили нас заниматься энергосбережением. Энергоэффективностью, сокращением потребления газа. А вы не опасаетесь, что мы из самого крупного у вас покупателя газа превратимся в минимального покупателя вашей продукции. Вот чтобы мы не превратились в минимального, да? Да, может быть, и вообще отказались. Вы давайте на перспективу подумайте, как выстроить наши отношения с вами, чтобы мы всегда на, так сказать, достаточно продолжительное будущее имели интерес у вас покупать газ. И что такое программа энергосбережения, энергоэффективности? Это колоссальные затраты сейчас наши. Нужно ли их сейчас в таком объеме ввести, в каком мы планируем? Может быть, лучше развожить? У нас же масса первостепенных проблем. Это проблема здравоохранения, например, образования, строительства дорог, ремонта нашей жилищно-коммунальной сферы. У нас масса проблем. Но мы, учитывая то, что нас зажали вот в такие вот условия, вынуждены от чего-то отбирать и направлять, вот предположим, на эти программы. И мы российским коллегам говорим, что рано или поздно мы будем сокращать объемы потребления газа. Вам это выгодно? Да, ну и потом, рано или поздно придется повышать тарифы для населения. Сейчас, когда этот газ стоит в общем очень дешево, люди там порой забывают окошечко прикрыть, уходя из дома. Окошечки надо всегда прикрывать. Ну да, но тем не менее. А вот когда придется платить, рано или поздно придется платить, чуточку дороже. Там, видишь, совсем по-другому люди начнут относиться к этой статье семейного бюджета. Я с вами согласен, только всегда эта плата должна быть разумной. Нет, ну я сейчас говорю, вот не хочется никого пугать, что там вот завтра цена повысится. Но согласитесь просто, по-житейски, по-бытовому, мы же видим, что когда газ стоит дешево, там, ну у многих в семейном бюджете это вообще, так сказать, очень незначительная статья расходов, и никто там не задумывается о том, как экономить тепло. А ведь сколько там, по-моему, 17 миллиардов кубов газа расходуется только вот в домохозяйствах, плюс еще, по-моему, 13 миллиардов, это вот центральная система отопления. Ну, не совсем так, значит, примерно... Ну, разные цифры, но вот мне запомнилась такая. Примерно 18 миллиардов расходуется, это бытовой газ, и около 8 миллиардов расходуется на отопление. Ну, окей, я там на несколько миллиардов ошибся, извините. Хорошо, давайте про другое. Вот были вы в Питере, и вдруг раз, там, и чудом каким-то вот договорились о создании зоны свободной. 17 лет мы могли договориться, и вдруг раз, и обо всем договорились. Что это вдруг так? Ну, это такая интересная подача, она, понятно, вот со стороны журналистов, да, когда вот пытаются заинтересовать и привлечь внимание, да, вот что вдруг договорились, ну, во-первых, не вдруг. Не вдруг. Не вдруг, а вели очень долгие и упорные переговоры. И текст договора был парафирован на экономическом совете стран Содружества еще в мае в Ялте. То есть практически мы еще в мае в Ялте договорились о том, чтобы соглашение было подписано. Я, так сказать, вот в июне месяце на встрече, очередной встрече глав правительств стран Содружества, намеревался подписать этот договор. Состоялась такая достаточно напряженная дискуссия, но договор не был подписан. То есть решения и директивы президентов на подписание всех стран были, а вот договор в июне месяце не был подписан. В течение всего этого времени велась достаточно напряженная работа на уровне экспертов, на уровне рабочих групп по доработке текста соглашения. Хотя, еще раз подчеркиваю, практически он был отработан. В чем формальная причина была не подписание в Минске этого важнейшего документа? Она свелась к тому, что вот Узбекистан имеет определенные, значит, скажем так, возражения. Имеет определенные замечания Туркменистан. Я в Минске задал простой вопрос. А вот если мы сейчас с вами согласимся на ваши условия и включим их в текст договора, вы подпишете договор, а не заявили нет. Но если вы не подпишете, даже в том случае, когда мы учтем ваше предложение, то что нам мешает без вас подписать этот договор? Вот, к сожалению, моя позиция в Минске не нашла поддержки со стороны других руководителей, которые посчитали, что вот за это время, там за полгода, они урегулируют или мы урегулируем вот эти вот вопросы. Прошло полгода в Питере, мы встретились и пришли к такому же точно выводу, что вот полгода прошло, у Узбекистана остались замечания, у Туркменистана тоже остались замечания, а у всех остальных никаких замечаний нет. И, естественно, возникла опять дискуссия, в ходе которой я высказал достаточно определенно, что Украина готова подписать сегодня, но если вы считаете, что вы не готовы, заявите об этом открыто, публично, мы готовы подождать. У нас есть возможность такая, мы готовы дать еще время, если вы это считаете. Но наша позиция заключается в том, что мы уже сегодня готовы подписать этот договор. такую же позицию заняла Белоруссия, Казахстан, и в конечном итоге такую же позицию заняла Россия. И вот это событие, которое мы очень долго ждали, я считаю, оно для нас имеет колоссальное значение. Я сейчас скажу, почему. Да, вот у меня возникает вопрос, и не у одного меня там. А, собственно, что изменилось? Ведь были же двусторонние соглашения о свободной торговле между Украиной и Россией, я не помню, там, с 93-го, по-моему, или с 94-го года, и между многими странами. Вот что теперь принципиально меняется? Принципиально меняется вот что. Что основные наши партнеры в странах Содружества, это Россия, Казахстан и Белоруссия, создали мытный союз. А теперь я буквально, Евгений Алексеевич, для зрителей пару слов скажу. А что такое вообще зона свободной торговли? Что такое таможенный союз? Потому что люди, просто вообще говоря, не знают об этом. Буквально два слова. Ну, пожалуйста, конечно. Так вот, любая страна определяет, скажем, уровень торговли международной, исходя из собственных интересов. Ну, например, у нас хороший или конкурентоспособный сектор сельского хозяйства. Значит, мы заинтересованы в том, чтобы на нашем рынке в минимальной степени присутствовала продукция, которая может составлять конкуренцию для нашего сельского хозяйства. И защищаемся таможенными барьерами, пошлинами. И вводим различные ограничения для поставки товаров на наш рынок. А русские защищаются от карамели? Ну, например, да. Например, да, Россия защищается еще от чего-то, да. И в результате между странами, даже между двумя странами, возникает громадное количество ограничений в торговле. Где-то интересы нашей, скажем, промышленности или вот этого сектора вступают в противоречие с интересами людей. Потому что люди хотят, чтобы на их рынок, на наш рынок, было больше товаров, более высокого качества, и чтобы наша промышленность конкурировала с зарубежной. Иначе все хотят покупать импорт, да. Они говорят, нет, наши товары плохого качества, мы хотим купить импортный товар. Значит, нам надо поставить нашего производителя в такие условия, при которых он заботился о модернизации, об освоении новых партий товаров, высокого качества и так далее. Вот на этом этапе любое правительство заинтересовано в том, чтобы разумно допустить на свой рынок товары, которые могут составить конкуренцию с нашими товарами. Вот возникают коры о создании так называемой зоны свободной торговли. То есть мы смотрим критичные для нас товары, да, и по ним оставляем так называемые изъятия. А по остальному спектру, ну, товарных позиций 20 тысяч, например, да, а мы изъятия оставляем там по двум, по трем для нас критичным. Ну, например, вот что для нас является критичным. Мы очень много производим сахара, например, Украина традиционно сахарная страна. Ну, когда-то мы мало производили, был спад. А сейчас мы, например, производим сахар в полтора раза больше, чем нам нужно. Поэтому мы не заинтересованы, чтобы сахар поступал на наш рынок. И мы устанавливаем режим изъятий. С Белоруссией, например, которая тоже производит сахар. С Россией, которая тоже производит сахар. И говорим, что мы вводим ввозные пошлины. То есть делаем ваш товар на нашем рынке неконкурентным. А что делает Россия? А Россия тоже защищает свою сахарную промышленность. Она с нами соглашается. И таким образом вот это изъятие остается. Но в чем сейчас, скажем, преимущество вот этого договора, на который мы, значит, вот, наконец договорились? Прежде всего, статья договора фиксирует, что торговые режимы между нашими странами, а их восемь, это громадный рынок с населением почти 260 миллионов человек, не могут быть ухудшены. Первое обязательство мы берем на себя. Как бы ни развивались наши, так сказать, взаимоотношения, политические, там, экономические, мы не имеем права ухудшать торговые режимы. Второе мы берем на себя обязательство. Весь режим изъятий мы должны отменить и составлен календарный график отмен этих изъятий. Ну, например, по сахару после 2013 года. Там по водке, например, там где-то после, там, 2015 года. И так далее. Третья, чрезвычайно важная ситуация. О чем мы страдаем? Россия обладает нефтью и газом. И вводят, например, на нефть экспортные пошлины, очень большие. Они на этом зарабатывают, да? У них львиная доля поступления в бюджет поступает от именно экспортных пошлин на нефть. Она для нас, экспортная пошлина, вот 450 долларов на тонну, делает нерентабельным работу наших нефтеперерабатывающих заводов. Нам дешевле бензин закупать из Белоруссии, из той же России, из Европы. То есть, короче говоря, вот, извините, что я вас перебиваю, потому что там еще много вопросов, а время у нас нерезинуло. Осталось еще два важных момента. Зона свободной торговли, это не то, что вот устраняются все таможенные барьеры, все пошлины, все защитительные меры, и начинается свободная циркуляция товаров и услуг в рамках некого единого пространства. Значит, как раз зона свободной торговли, это устранение 99% изъятий. То есть, по сути дела, это свободная торговля для 99% товаров. Но я все-таки дальше пойду по преимуществам, потому что они чрезвычайно важны. Так вот, экспортные пошлины. Впервые мы зафиксировали в договоре согласие России, ну и Казахстана, как тоже нефтепроизводящей страны, в течение ограниченного времени отменить эту экспортную пошлину. Она чрезвычайно важна. Следующее важнейшее преимущество. Впервые мы договорились и зафиксировали в договоре, в течение шести месяцев после вступления договора в СИУ, мы заключаем соглашение об условиях транзита по трубопроводному транспорту. Вы понимаете, что это такое или нет? Вот почему мы не можем получать дешевый газ из Туркмении? Потому что мы не имеем права доступа к трубе, которая проходит по территории России. Трубопроводные... Мы отсечены. Когда-то мы имели возможность получать туркменский газ до 2005 года. Потом, к большому сожалению, наши, так сказать, последователи поломали эту схему и нас мгновенно вытеснили. Мы сейчас на сто процентов зависим от поставок российского газа. А мы впервые договорились, что в течение шести месяцев мы получаем доступ к трубе. И все будет хорошо. И будет нам счастье. Так вопрос только в другом. Вот даже там европейцы ничего против не имеют зоны свободной торговли с СНГ. И не раз уже об этом заявили. Но вопрос политический, вопрос цивилизованного выбора, цивилизационного выбора. Не будет ли это в итоге первым шагом вступление сначала там в таможенный союз, потом в единое экономическое пространство, потом вот в Евразийский союз, который Владимир Владимирович Путин обещает создать там в недалеком будущем. А потом мы вообще там, я не знаю, то ли империя возродится российская, то ли Советский союз под новой вывеской. А Украина окажется там опять в положении малороссийской губернии. Ведь перед какой проблемой сейчас стоит Украина? Эта проблема является главной. Это проблема модернизации страны. Модернизации нашей промышленности, экономики. Эта проблема может быть решена только в тех условиях, когда мы можем получить свободный доступ наших товаров на мировые рынки и получать так необходимую нам валюту для модернизации страны. Именно поэтому мы не меняем свой вектор, который обозначен четко, и прилагаем все усилия к тому, чтобы обеспечить для нашей экономики возможность свободно работать на рынках как Европы, и мы ведем такие переговоры с Европейским союзом, так и на рынках стран Содружества. И это главная задача, над которой сейчас правительство работает. Именно поэтому в свое время вступили в Всемирную торговую организацию. Теперь я ведь начал рассказывать о том, что такое режим свободной торговли. Я надеюсь, что наши телезрители, те, кто не знал, по крайней мере, поняли. А что такое мытный союз? А это уже общие правила, которые определяют единые таможенные подходы ко всем государствам входящим. И наднациональные органы. Ну, наднациональные органы, это комиссия, которая урегулирует таможенные споры. Ну, сначала урегулирует, потом начнет приказы давать, а потом, знаете, так, как говорится, коготок увяз в своей птичке пропасть. Вы знаете что, ну давайте мы сначала все-таки будем говорить об экономике, о которой у нас самый главный, так сказать, интерес, а потом будем рассуждать. Кстати, что такое Европейский союз, если на то пошло. Европейский союз как раз имеет наднациональные органы, Европейский союз как раз ограничивается... Ну, там, конечно, вы правы, там тоже не сладко, но это же цивилизационный выбор. Дело не в том, что сладко или не сладко, а речь идет о том, чтобы четко определять, что это такое. То есть, если мы говорим, что мы собираемся интегрироваться в Европейский союз, а мы об этом заявили, да, это наша цель, это наша, так сказать, стратегия, то надо четко понимать, вот сейчас, например, в Европейском союзе дебатируется вопрос о введении поста единого министра финансов. То есть, ну понятно, что в условиях вот такого кризиса разобщенная финансовая политика 27 государств или 17 государств, входящих в зону евро, привела к серьезнейшему глобальному кризису, долговому, ну и в данном случае кризису евро. Так вот, мы должны сознательно говорить своим людям, что наднациональные органы в интеграционных объединениях абсолютно естественны. И у меня был, ну лет, наверное, уже 10 тому назад очень интересный разговор с тогда еще готовящимся стать председателем Центрального банка, Европейского Центрального банка, господином Дузенбергом. Он был тогда председателем Национального банка Голландии, но уже готовился стать председателем Европейского банка. И подарил мне монету, еще тогда неходящую, еще только готовящуюся к введению евро. И вот я его спросил, задал, ну, может быть, наивный вопрос, который через 10 лет стал не наивным, а очень, так сказать, элементарным. Вот как, говорю, вы собираетесь ввести единую валюту, то есть иметь единый эмиссионный центр при 17 бюджетах, при 17 министрах финансов? Ведь обеспечение устойчивости национальной валюты – сложная проблема даже для одного министра финансов. Вот вы, Кабай, сейчас все запутались. Вы мне по-простому скажите, по-простому, Михаил Ильич, куда идти-то все-таки лучше, куда выгоднее? Вот говорят, в окружении президента Януковича есть могущественное пророссийское лобби, которое ему все время там якобы говорит, это не я придумал, это в прессе можно прочитать, слушайте, там нечего нам ловить в этом самом Евросоюзе, айда туда, на восток, таможенный союз. Есть такие действительно? Ну, я не знаю. Все эти там могущественные пророссийские политики вокруг президента Украины. Вот как вы думаете, премьер-министр имеет представление об окружении президента? Ну, может, вы и есть тот самый могущественный пророссийский политик, да, вот с корнями в Калуге, там, выпускник МГУ, вот мы тут смотрели замечательную передачу с вашим участием, по заочи, где вы рассказывали о своем детстве, юности и разных эпизодах, да. Вот он на лицо, там, пророссийское лобби в правительстве Украины. Спасибо за комплимент. Ну, я шучу, конечно, но тем не менее. Ну, конечно, я отдаю должное вашей шутке, но для меня... Для меня защита интересов нашей страны – это прежде всего, скажем, ну, соответствует моему занимаемому посту. Вот, если говорить абсолютно серьезно, от того, насколько я защищаю наши интересы, зависит развитие нашей экономики, нашей страны. И поэтому никакого пророссийского лобби в окружении президента Януковича не существует. Существуют определенные дискуссии. Вот, скажем, зона свободной торговли, о преимуществах которой я сейчас рассказывал, с, например, странами содружества, со странами содружества, она ведь помимо плюсов имеет и минусы. И мы эти минусы четко представляем себе и просчитываем. Ну, и также просчитывается другой вариант. Абсолютно. Николай Иванович, извините, что я вас перебиваю, я хотел бы вас пригласить вот теперь сюда, за эту стоечку, потому что я затылком чувствую, как мои коллеги журналисты, вот здесь сидящие, на меня сердятся, что я не даю им задать интересующие их вопросы. Вот, пожалуйста, значит, у нас можно сказать... Евгений Алексеевич, только давайте так, все-таки вы тут сказали насчет моей пророссийскости, да? Да. Это я беру свои слова обратно, это просто вообще... Не берите, не берите назад, просто давайте два слова еще скажем об очень серьезной теме, на которого меня перебили. А я закончу, буквально одна минута. Значит, мы поговорили сейчас о преимуществах, значит, зоны свободной торговли стран Содружества. Я сказал о том, что есть минусы. Вы абсолютно справедливо сказали, но ведь в зоне свободной торговли с Европейским Союзом есть тоже и плюсы, и минусы. Абсолютно верно. Но, почему мы так настойчиво ведем переговоры с Европейским Союзом? Потому что это колоссальный рынок с населением где-то 500 миллионов, примерно, может быть, даже чуть больше, я сейчас затрудняюсь сказать, с колоссальным товарооборотом. Да. Это технологическая мощь, это современные технологии, и поэтому выход наш на этот рынок, это перспективы нашего технологического развития. Поэтому мы очень сбалансированно ведем нашу экономическую политику. Мы четко видим наши интересы как в Европейском Союзе, так и в странах Содружества. И мне кажется, вот эта сбалансированная политика даст возможность нам выйти на достаточно серьезные темпы экономического развития. Вот я ответил и сказал, высказал свою позицию, а теперь готов отвечать на вопрос. Я хотел бы первое предоставить слово главному редактору BBC Украины, Нине Куряти, которая у нас, можно сказать, впервые принимает участие в программе, поэтому вам слово. Николай Янович, после того, как вы подписали в Петербурге Угоду про зону вільної торгівлі в рамках СНД, очень много европейских экспертов и витчизняных сказали, что не может одна страна быть одночасно в двух зонах вільної торгівлі. Відповідно, зона вільної торгівлі в рамках ЕС выключается. На наступный день Сергей Тягибко заявил, что раз у нас не складывается с европейской зоной вільної торгівлі, то, наверное, нам придется вступать до Митного Союза. В тот же час засади зовнішньої політики України продовжує визначати закон про засади зовнішньої та внутрішньої політики України, в якому зафіксовано те, що стратегічною метою України є вступ до ЕС і євроінтеграція. Скажіть, будь ласка, коли ви їхали до Петербурга, чи радилися ви з президентом Януковичем про те, чи варто підписувати таку угоду, яку, як Путін сказав, підписали неочікувано, і чи дискутували ви на тему того, чи не суперечить підписання такої угоди закону про основи зовнішньої і внутрішньої політики? Чи не порушили ви цей закон? Дякую. А ви знаєте, що, между прочим, господин Соболєв сказав по цьому поводу? Ні, не знаю. А от покажите, пожалуйста, цитаточку з виступлення Сергея Соболєва на засідання опозиційного правительства. Микола Азаров перевищив свої повноваження, підписавши зону вільної торгівлі з Росією, з огляду на те, що це питання не було погоджено у парламенті. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Знать, що таке зона свободної торгули, ні один эксперт такої сказати не мог. Но если, реальный эксперт, підчеркиваю, но если для Вас авторитетне мнение, например, Еврокомісара по международній торгівлі господина Гухта, который буквально позавчера заявив, что он не видит ничего противоречивого в діях Украини, И что заключение соглашения о зоне свободной торговли в рамках Содружества абсолютно не противоречит переговорам Украины с Европейским Союзом. Это по факту так. Но я могу массу примеров приводить в существующей практике. И мы абсолютно четко понимаем, что нет никаких противоречий. Разумеется, нет никаких противоречий и закону Украины об основах внешней и внутренней политики. Что касается заявления Сергея Леонидовича, то на мой взгляд оно было больше эмоциональным, это заявление. Я уже сказал, что Украина не берет на себя никаких обязательств по вступлению в Мытный Союз. Но мы, поскольку мы являемся партнерами и соседями, должны изучить, и об этом, кстати, и президент говорил, изучить опыт работы Таможенного Союза. И мы этим и занимаемся. Я уже говорил о том, что нам надо посмотреть и на регламенты технические, которые действуют в Таможенном Союзе. Что такое технический регламент? Вот торговля, например, или торговые правила могут быть очень хорошими. Однако, вот, например, летом этого года 32 украинских завода, которые производят продукты молочной промышленности, мясные продукты, из-за несоответствия технических регламентов были лишены права поставки на российский рынок товаров. А объем этой продукции значительный, порядка 100 миллионов долларов. Поэтому мы заинтересованы, чтобы наши технические регламенты совпадали или приближались, чтобы у нас не было таких проблем. И поэтому мы сейчас будем смотреть вот на те технические регламенты, которые действуют, с тем, чтобы посмотреть, или мы поправим, или приблизим эти регламенты. Вот наша позиция. Пожалуйста, Александр Дубинский, ваш вопрос. Добрый вечер, Николай Янович. Не в обиду, но, видите, вы потихонечку превращаетесь, очень становитесь похожи на Юлию Владимировну Тимошенко. Вот уже вас обвиняют в превышении полномочий. Она тоже в последние дни своего премьерства никак не могла закончить выступление на этой программе и передать слово журналистам. Вместе с тем. 20 октября опубликован очередной рейтинг Doing Business Всемирного банка. Этот рейтинг, просто для телезрителей, это показатель легкости ведения частного бизнеса в той или иной стране. Второй год вашего премьерства Украина, вернее, за минувший год, упала со 149 места до 152, если я не ошибаюсь. Хуже только страны Северной Африки, где мы можем брать дешевый газ. — Объясните, пожалуйста, как вы, как глава правительства, при полном большинстве в парламенте, при, скажем так, контроле над прислугами со стороны президента, контроле над судебной системой, контроле над правоохранительными органами, ничего не можете сделать по созданию нормальной экономической ситуации? И какие, собственно, политические выводы вы для себя делаете из того, что условия для ведения бизнеса в этой стране с вашей работой только ухудшаются? — Александр, а ответ на ваш вопрос, Николай Янович, даст уже в следующей части нашей программы, потому что наша эфирная служба говорит, ребята, вы забыли, что телевидение живет за счет рекламы. В следующей части нашего выпуска большая разница, почему украинские политики одеваются не так, как их европейские коллеги, и должны ли государственные чиновники одеваться лучше, чем рядовые граждане, и вообще, как связаны мода и политика? Чем отличается жизнь обычного украинца в США от жизни в Украине? И что думает диаспора о своей исторической родине? Мы возвращаемся в студию программы «Большая политика». Мы в прямом эфире на канале «Интер», и здесь у нас в студии премьер-министр Украины Николай Азаров. Николай Янович, я коротко напомню, вы-то помните, телезрители могут не помнить. Александр Дубинский, мой коллега, здесь задал вопрос перед рекламной паузой. Все-таки вот есть данные международных организаций, мониторящих ситуацию в Украине, что ухудшается деловой климат в стране. И вот как вы себя, как премьер-министр, ощущаете вот в этой ситуации? Ну, при всей важности, конечно, оценок, вот тех, о которых сказал журналист, я ведь ситуацию знаю не по оценкам экспертов зарубежных, а я ее знаю изнутри. И она меня не устраивает, эта ситуация, несмотря на то, что очень много делается, ну, я скажу, беспрецедентно много, ну, скажем, дерегуляция, отмена лицензирования и так далее, и так далее. Введение механизма по регистрации бизнеса и решение всех вопросов с бизнесом, связанных с единым окном, а с 1 января она заработает. Отмену множества административных актов, уменьшение вмешательства. Тем не менее, к большому сожалению, и процесс этот достаточно длительный, длительный, подчеркиваю, нас не устраивает вот та ситуация с легкостью ведения бизнеса, которую мы хотим добиться. Но мы обязательно ее добьемся. Николай Иванович, вот конкретный вопрос, вот знаете, на что жалуются мои знакомые украинские бизнесмены? Вот конкретно, да, вот простая ситуация, вот жалуются на то, что есть некое письмо налоговой инспекции, которое не разрешает бизнесменам расходы прошлых лет покрывать за счет доходов текущего года. Вот человек говорит, я бизнесмен, я вложил деньги, инвестор, строю завод, у меня первые два года сплошные убытки. Значит, на третий год я начинаю выпускать продукцию, начинаю получать доход, а те убытки, которые я понес в процессе строительства, мне не разрешают покрывать. Там другой говорит, а вот я прихожу в налоговую инспекцию, а мне говорят, не примем у тебя налоговую декларацию, покажи 500 миллионов гривен, тогда примем, а 125, которые ты реально получил, нам это неинтересно. Вот такие ситуации, допустим. Ну, я все-таки два слова скажу и закончу ответ на вопрос журналиста, я не закончил. Так вот, несмотря на то, что много делается, много еще предстоит сделать. Что же касается оценок, вот те, которые были положены в основу рейтинга, то они в основном учитывали данные 2010 года, потому что эти рейтинги берутся за период, ну, примерно предшествующий год-полтора тому периоду. И не совсем объективно относить их к оценке результатов, предположим, сегодняшним. Там, кстати, масса других есть факторов, таких как, например, увеличение стоимости газа, трудность доступа до ресурсов и так далее, и так далее. Объективно надо подходить, это я уже говорю этому журналисту. Теперь, что касается вашего дополнения. Николай Ильич, простите, а вот если Украина еще спустя год еще больше ухудшит свое положение в этом рейтинге, вы в отставочку уйдете или нет? Чтобы вас порадовать? Нет. Чтобы именно вас порадовать? Порадовать? Нет. А вот с точки зрения развития экономики, вы зря сравниваете. У вас абсолютно некорректное сравнение прозвучало вот в вашем первом вопросе, что вот вы похожи там с кем-то. Да при моей предшественнице экономика падала и получила Украина колоссальные долги. Сейчас экономика поднимается, все об этом. Теперь, что касается вопроса на... вопроса Евгения Алексеевича. Он мне представляется гораздо более, кстати, интересным, чем ваш вопрос. Потому что он реально затрагивает интересы бизнеса. Реально. Никто не смотрит на те оценки, о которых вы говорили. А все смотрят, как обстоит дело в реальной жизни. Вот то, о чем говорил Евгений Алексеевич. Пришел в налоговую инспекцию, там показывают какое-то разъяснение. Так вот, буквально несколько дней тому назад на правительстве специально рассматривался этот вопрос, кстати сказать. Вот вы как в точку угадали. Был поднят вопрос. А имеет ли право налоговая служба давать разъяснение? Ведь принят налоговый кодекс... Да там ничего нет так этого... Да, по которому налоговая служба лишена права давать разъяснение. Поэтому правительство приняло специальное решение. Проинвентаризировать все разъяснения, которые были выданы, и одним решением их отменить. Теперь, что касается убытков. В основном, конечно, убытки были связаны не с тем, что кто-то начал строить новый завод, поскольку это учтено в налоговом кодексе. А в основном были связаны убытки с курсовой разницей. То есть, курс был, например, 4,5 за доллар, гривны, сейчас 8. Естественно, те, кто брали валютные кредиты или рассчитывались в валюте, понесли реальные большие убытки. Что с ними делать? Вот мы считаем, позиция правительства, что здесь бизнес не несет ответственности за эти убытки. И поэтому такие убытки, такого плана, безусловно, необходимо учитывать за отчетные периоды. Вот таких вопросов масса. Претензий к работе соответствующих служб немало. И правительство занимается последовательно. Сделать это быстро. Как хотелось бы. Но достаточно трудно. Но, тем не менее, мы настроены на то, чтобы эту проблему решить. Потому что от этого зависит наше развитие. А вот по поводу роста экономики, если позволите. Вот еще одну цитату я хотел бы привести из газеты «Коммерсант Украина», которая писала о ситуации и перспективах экономики в следующем году, вот буквально там 19 октября. Покажите, пожалуйста. Перспективы украинской экономики в следующем году оказались хуже, чем ожидалось еще несколько месяцев назад. Вчера один из крупнейших кредиторов Украины, Европейский банк реконструкции и развития, заявил, что страну ожидает резкое торможение темпов роста ВВП до 3,5%. Новые прогнозы ЕБРР выглядят значительно реалистичнее правительственных. Проект госбюджета на 2012 год рассчитан исходя из ожидаемого роста ВВП на 5%. Прокомментируйте, пожалуйста. Что я могу сказать? Вот любой здравомыслящий человек, который видит обстановку в мире и знает структуру украинской экономики, понимает прекрасно, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации, безусловно, это скажется на темпах экономического развития Украины. И если бы я говорил обратное, ну я был просто бы, скажем, человеком неискренним. Поэтому, когда мы разрабатывали бюджет 2012 года, мы заложили два сценария развития ситуации. Один мы назвали оптимистичным. И пока мы, кстати сказать, идем именно по этому сценарию. У нас за 9 месяцев рост вау внутреннего продукта составил 5,3%, что в этих условиях является очень неплохим показателем. Второй сценарий развития, вот при той массе проблем, которые мы видим в мире, представляется нам, и мы назвали его консервативным или осторожным. Именно на базе осторожного консервативного сценария рассчитан бюджет. И с нашими оценками согласился основной наш кредитор Международный валютный фонд. Мы долго дебатировали, и тем не менее пришли вот к единому выводу. Вот какое мое мнение? Мое мнение, мы очень, так сказать, тщательно и внимательно отслеживаем ситуацию. Мы считаем, что пока оснований говорить о пессимистичном сценарии развития нашей ситуации, нет оснований. Что касается прогноза ЕБР, ну мне знаком и этот прогноз, я могу назвать еще с десяток прогнозов различных, вот, которые дают там и 5%, и 5,5%, и 4,5%, и 3,5%. Ну, между прочим, это большое значение имеет. Каждый процент ВВП, это так на минуточку, 15-20 миллиардов гривен. Это уже для телезрителей уже говорил. Поэтому это не схоластические споры. Какой у нас будет рост? То ли 5%, то ли 3,5%. Это абсолютно не схоластические споры. Поскольку разница в объемах производства, ну, грубо, или там научным языком говорят, вау, внутреннего продукта, да? А от нее пропорциональные доходы бюджета, доходы бюджета примерно треть от этой цифры, означает что? Что от 20 миллиардов мы примерно 7 миллиардов недополучим доходов бюджета. 7 миллиардов это громадная сумма. Поэтому ошибки здесь недопустимы. То есть мы должны внимательно отслеживать нашу ситуацию и корректировать наши подходы. А что правительство готовится к такому пессимистическому варианту развития событий? Конечно, готовится. Конечно, готовится. Создает резервы, запасы, которые позволят нам пережить эти падения доходов. Вот скажем, рассчитывали мы на то, что мы 7 миллиардов недополучим доходов? Конечно, рассчитываем. А иначе нельзя. Иначе получим ситуацию, которая была в 2008-2009 году. Когда мы подошли к кризису с пустыми кошельками. Так какая сумма этих резервов и запасов? Целевая. Сколько надо денег в кубышку положить? Ну, чем больше, тем лучше. Потому что все зависит от масштабов кризиса. От этого зависит, сколько мы потеряем. Но пока, я еще раз говорю, оснований для каких-то пессимистичных прогнозов нет. Напротив, скажем, потребности в нашем основном экспортном товаре металлия пока растут. Подчеркиваю, осторожное слово пока. А требности у кого растут? Ну, в наших основных, так сказать, покупателей. В наших основных покупателей. А наши основные покупатели являются азиатские рынки. А азиатские рынки, в отличие от европейских, сейчас стабильны. И даже новые заводы, которые строят китайцы и индийцы, тут не помеха? Ну, чтобы люди поняли. Масштабы экономики Китая такие и потребности. И темпы развития. Например, сейчас они сократили их, но где-то 9% они будут иметь. Настолько колоссальные, что эти потребности, конечно, перекрывают наши возможности экспортные. Пожалуйста, следующий вопрос, Александр Челенко. Николай Янович, вот сейчас перед Украиной, давайте честно говорить, есть два выбора, два пути. Или европейская интеграция, или евразийская интеграция. Скажите, пожалуйста, нынешняя власть готова... Сейчас в обществе нашем идут споры. Одни, например, выступают за европейскую, другие за интеграцию с Россией, Белоруссией, Казахстаном. Различные мнения есть, доводы, аргументы и прочее. Скажите, пожалуйста, нынешняя власть готова посоветоваться с народом? То есть поставить этот вопрос на референдум, что, предположим, граждане после, ну не знаю, полугодовых, например, дискуссий в средствах массовой информации, в правительстве, значит, в парламенте, ну везде где угодно, да, вот, ну, после этого, например, украинские граждане вот на референдуме вот проголосовали бы за тот или иной путь развития. А вот ваше правительство тогда в таком случае вот, ну, их решение, да, вот, реализовывало. Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот у нас было четыре президента и свыше десятка премьер-министров в нашей стране. Вот создан прецедент. Посажен премьер-министр. Ну, бывший, но посажен. Вот скажите, пожалуйста, вот у вас, у ныне действующего премьер-министра, вот какие это чувства вызывают, вот, как бы не настораживают? Ну, что я имею в виду? Ну, может быть, знаете, ну, бывает, так, знаете, давайте так честно скажем, да, что вот психологически вы начинаете, как бы, может быть, переносить вот эту ситуацию на себя. А есть ли меня за что садить, предположим? А вдруг вот следующая, например, власть, которая придет вам, например, на смену, да, всякого у нас бывает в стране, вот, вдруг может, так сказать, действительно, вот, например, вам, как одному из руководителей страны, да, вот, ну, может быть, как мщение, например, даже, да, или, предположим, например, ну, действительно, вот, за вами будут водиться какие-то грехи, то есть, вы не, то есть, она, может быть, тоже вас посадят на скамью подсудимых в Печерском суде. Вот у вас есть какие-то такие вот сомнения, положа руку на арсиосу, да, вот, есть за что садить премьер-министра Николая Янача Зарова сегодня или нет? Вот прямо вас прошу. Ну, за собой грехи, малые и большие. Прежде всего, я хочу ответить на вопрос, который, к большому сожалению, любит очень часто задавать, противопоставляя, скажем, работу по созданию рынка на Востоке с работой по созданию рынка на Западе. Или, как вы там сказали, что вот либо европейская интеграция, либо интеграция, связанная с созданием единого экономического пространства стран-содружества. Я хочу, чтобы люди поняли, никакого противопоставления здесь нельзя делать. Его не существует в природе, его нет. Есть интересы страны торговать на всех рынках. Там, где выгодно, там мы должны и работать. И поэтому наша структура нашей экономики, она примерно на 40% направлена на, скажем, страны-содружества, примерно на 28% или на треть, грубо говоря, направлена на Европейский Союз. И остальная, примерно треть, нацелена на остальные 150 или 160 стран мира. И вот такие искусственные противопоставления, ну я не знаю, какой вам пример привести, это все равно, что спрашивать, кого ты больше любишь, брата или сестру. Ну, нелепо, да? И не надо этого делать. А можно я от себя спрошу, там, Александр, с вашего позволения, так, по-простому, по-нахазу? Хорошо, вот проведете вы референдум, да? Проголосует большинство за ЕС. А ЕС скажет, во, накосе, выкуси. Тимошенко отпустите из узилища, и тогда там вступайте в Европу. И что тогда? Евгений Алексеевич, ну здесь имеется в виду, как бы, вектор развития. Мы же прекрасно понимаем, что, например, даже если, предположим, в декабре месяце, да, вот, правительство Украины подписало договор ассоциации, он, по-моему, там, ступил после того, как 27 парламентов, по-моему, ратифицируют, там, профируют и прочее, там, где-то через 3-4 года. Ну, правильно или нет, да, вот, Николай Янович, да? То есть это же, как бы, все равно отдаленная перспектива. Мы в данном случае говорим о некой перспективе, о векторе развития. Я, например, не видел текста договора, а есть понятие в международном праве временного применения. То есть, если договор подписан и там предусмотрено временное применение, то он может действовать и без ратификации. Нет, никакого временного применения нет. То есть вступает только после ратификации? Он вступает в силу только после ратификации. То есть это в тексте оговорено? Ну, безусловно. Нет, ну по-разному бывает. Вон там договор Шеварнадзе-Бейкер по разграничению еще советского времени, по разграничению территории бывшего Советского Союза США в Беринговом проливе, он так и не ратифицирован и исполняется до сих пор. Ну в данной ситуации вот эти вопросы, они относятся к компетенции национальных правительств, национальных парламентов, и поэтому нам необходимо пройти путь ратификации. Но это не 34 года, я надеюсь, это как правило занимает процедура не больше года, и если все будет нормально, то вот в течение этого временного интервала этот договор будет ратифицирован. Теперь, что касается моего отношения... Ну еще не вступила в таможенный союз. Не вступила, только заявила, да? Она только подала заявку. Вот, и есть проблема, кстати сказать. Уже есть, да? Ну конечно есть. Вот, еще чтобы люди понимали, что такое таможенный союз, это единые таможенные ставки по отношению к третьим странам. Третьим странам. Они в Киргизии очень низкие, и поэтому Киргизия предстоит очень большая работа по приведению всего этого. Скажем, никаких препятствий для вступления члена ВТО в какой-то таможенный союз нет. То есть формальных ограничений для вступления нет. Но ВТО посчитает возможные убытки и потери от изменения уровня таможенной защиты. И может предъявить, например, Украине, если мы вдруг бы захотели теоретически вступить в таможенный союз, то ВТО вправе предъявить определенные претензии к Украине. Если эти претензии окажутся небольшими, а выигрыш значительным, то надо думать. Давайте посоветуемся, если есть необходимость вот такие сложные вопросы экономического плана обсуждать на референдуме, можно провести референдум. Теперь, что касается вашего вопроса на злобу дня, как говорится. Ну да, вот не пугает вас, что может прецедент создаваться, который потом будет повторяться? Значит, это меня не пугает, я говорю абсолютно, так сказать, искренне однозначно. Мне неприятно, безусловно, то, что премьер-министр бывший находится на скамье подсудимых. Разумеется, мне это неприятно. А кому это может быть приятно, скажите? Найдется хоть один человек, который может пожелать кому-то оказаться на скамье подсудимых. Наверное, нет. Но вот шли же разговоры о том, что, может быть, декримализировать эту статью, может быть, там, поменять тюремное заключение на штраф, и потом вдруг как-то это все вот умерло. Но я, отвечая на ваш вопрос, и раньше так работало, и сейчас тем более, я считаю недопустимым, например, подделывать документы. Я считаю недопустимым искажать решение коллегиального органа, которым является кабинет министров. И поэтому в рамках своих полномочий, в рамках того законодательства, в котором я нахожусь, я стараюсь не допускать таких отступлений. То есть вот это является достаточно серьезной защитной, ну, скажем, грамотой от того, что бы могло случиться в будущем. И, кстати, такую позицию должен занимать каждый премьер-министр, который сменит меня на моем посту. Подчеркиваю, каждый, заявлять, что выполнять все законы Украины несерьезно, что если выполнять все законы Украины, то нельзя работать, вот именно такая позиция может привести к тому, что рано или поздно ты будешь отвечать именно за нарушение законов. Пожалуйста, следующий вопрос Александр Донковский, редактор журнала «Эксперт Украины». Добрый вечер, Николай Янович. Возвращаясь к вопросам о зоне свободной торговли. Договоры 93-го и 94-го года не мешали их подписантам использовать антидемпинговые и им подобные процедуры. Таким образом, Россия защищала свой рынок от украинской карамели, от украинской оцинкованной стали. Украина, если не ошибаюсь, свой рынок от российской селитры. Вы сейчас сказали, что новый договор предусматривает не ухудшение торгового режима. Означает ли это, что теперь стороны договора Украина, Россия и прочие не смогут применять антидемпинговые процедуры для защиты своих рынков? Конечно, не означает. Вот то, о чем вы сказали, проведение антидемпинговых расследований, то есть изучение нарушения добросовестной конкуренции, это является одним из правил Всемирной торговой организации и, естественно, является одним из возможностей договора о зоне свободной торговли. То есть невозможно в договоре о зоне свободной торговли сказать, что я могу себя вести как угодно, я могу демпинговать на рынке, и мне за этого ничего не будет. Но вы же понимаете, что это абсурдно. Для этого создаются специальные органы, которые проводят расследования, ну, в данном случае это национальные расследования, которые выясняют, а действительно есть ли демпинг. Доказывают, в договоре прописан механизм, как это делается, создается комиссия. Если Казахстан предъявляет эту претензию к Украине, значит, это Украино-Казахстанская комиссия, которая по договору дано право принимать решение. Значит, нам уже приняли несколько публику украинской карамели, а украинские кондитеры говорили, что процедура нарушена. Их никто в известность не ставил. То есть в чем разница между тем, что было до последнего подписания, и тем, что будет именно в антидемпинговых вопросах? Только политическая воля? Мы теперь договорились дружить? Вы знаете, я, по-моему, ясно объяснил, что вот те процедуры, которые предусмотрены правилами ВТО, они не отменяются никакими договорами, ни таможенным союзом, ни договором о зоне свободной торговли. Они вполне естественные. Если я демпингую, то есть если я завожу на рынок по заниженной цене, и тем самым причиняю ущерб стране, то против меня применяются санкции. Так создается очень простое условие. Так не делай так. Не делай так, и не будет необходимости проводить антидемпинговое расследование. Это мировое правило, против которого вообще нет никаких возражений. Оно существует везде, в Европейском Союзе, где угодно. В Меркосор там, в Нафта и так далее. Во всех региональных торговых объединениях. Поэтому вообще смысл вопроса вашего даже не понимаю. Нет, смысл простой. Что изменилось? У нас был договор и были торговые войны. Мы подписали новый договор, значит, возможность торговых войн сохраняется. Я правильно понимаю? Да ну вопрос вообще абсолютно нелепый. Понимаете вы это? Он нелепый. Поскольку договор, всеобъемлющий договор восьми стран о зоне свободной торговли, он снимает громаднейшее количество изъятий. Я уже говорю о преимуществах. Вопрос карамели, это вопрос третьесортный, или вопреки, десятистепенный. Он в объеме внешней торговли. У нас торговля только с России 50 миллиардов. Со странами Содружества она выходит где-то там на 70-80 миллиардов. Вы знаете, сколько составляет доля карамели, о которой вы так печетесь? Ну, может, полтора-два миллиона долларов. Так не продавайте карамель по заниженной цене, к тебе не будет никаких претензий. Только и всего. Я вопроса вашего не понимаю. Ну, пожалуйста, Сергей Высоцкий, ваш вопрос. Может быть, ваш вопрос поймет, Николай Янович? Да, добрый вечер. Постарайтесь. Я максимально старался объяснить человеку. Ну, вот он не понимает и все. Вот он говорит, договор такой, а по карамели... Трудности перевода. А по карамели будут проблемы. Да, будут проблемы, если производитель карамели будет поставлять свою продукцию на чужие рынки по заниженным ценам. Так бывает, знаете, вот один... Бывает, потому что у нас сахар. Нет, я про другое. Я имею в виду, что у одного свой набор аргументов, у другого свой набор аргументов. Да нет, надо говорить на профессиональном языке. Да, нет. Ну, вот Виктор Федорович обижается на европейских политиков, что они не слышат его аргументацию по делу Тимошенко. А европейские политики, в свою очередь, обижаются на Виктора Федоровича. Это что? Да мы про другое. Мы совсем не про то, про что вы говорите. Ну, в данной-то ситуации речь идет о зоне свободы торговли. Ну, это правда, да. Это я так просто, в качестве примера. Будьте добры, пожалуйста. Сергей Высоцкий. Добрый вечер. Как раз про обиду европейских. Знаете, у меня складывается такое впечатление, что нынешняя власть, она во многом уникальна. То есть, даже Кучма, он пытался ссориться со всеми по очереди. Поссорились с Западом, помирились с Россией, потом поссорились с Россией, помирились с Западом. А нынешняя власть поссорилась со всеми, с кем можно. С Америкой, с Евросоюзом, даже с самим Путиным, в общем. Нет, нет, нормально, не нужен. Говорил Евгений Алексеевич, очень резко высказался по приговору Тимошенко. То есть, да, поссорились вы, посадив Тимошенко. Абсолютно по политической статье, не по уголовной. Это мое личное впечатление. Вот. Виктор Федорович давал некие сигналы Западу о том, что эта ситуация как-то развяжется, да, в позитивном для Тимошенко ключе. И это обещание, в общем, не было выполнено. Вы не опасаетесь, как представитель нынешней власти, высокопоставленный второй человек, в общем, государстве, что сейчас Запад, видя такое поведение Украины, может захотеть нас и вас, прежде всего, немножко наказать. Ну, каким образом может Запад наказать украинских чиновников? Арест личных, связанных с этими чиновниками счетов, арест недвижимости, налоговые проверки на зарубежных предприятиях, которые принадлежат нашим крупным бизнесменам, запрет на въезд в страны. Ну, и вот такой вот фактор, как прекращение кредитной программы МВФ. До того, как Украина пройдет, грубо говоря, свой тест на демократию. Мне интересно просто с таким внешним настроем, с тем, что поддержка внутренняя скатилась до минимальных сейчас уровней. Вы видели последние рейтинги президента, вы видите, что социально в Украине достаточно сильны протестные настроения, потому что простой человек не смотрит на уровень ВВП, он смотрит на свой карман, а карман этот похудел. Цены выросли сильно, мы все это прекрасно видим. Я не понимаю, за счет чего власть нынешняя будет сохранять эту власть. Как вы удержитесь на политическом олимпе, при том, что вы поссорились с Западом, с Востоком, и еще ссоритесь со своим народом, грубо говоря? Ну, запугали так, что я просто готов, как говорится, задрожать от страха. Но не напугали, понимаете? Вот не напугали. Как не запугивали, а все равно запугать вам меня не удалось. Вот беда. Я же пугаю, я Хилари Клинтон, не знаю, Байден и Меркин. Вот беда, понимаете. А вы вообще, вы же гражданин Украины. Вам нравится, что вашу страну пытаются унизить или пытаются запугать? Вам это нравится? Нет, знаете, я отвечу на вопрос. И вы уважали бы своих руководителей, которые бы по каждому вот так вот пальчиком помахали? Знаете, если бы нынешние руководители стали честными людьми, которые не подозревались в неких там противоправных действиях, и об этом бы не писали постоянно я там, в том числе, мои коллеги, тогда, может быть, не было вопросов. Да, если бы это была модель какого-то Саакашвили. Приходит новый человек, перестраивает страну по-новому и, ну, понятно, да, некие жесткие меры принимает по отношению к прошлой власти. И когда, извините, обое-ребое, и мы все прекрасно это видим, мы видим это по Межигорью у Виктора Федоровича, да, то, да, вот за что, как бы, ну, Тимошенко, это, получается, политическая статья. Вот даже дело ЕСУ последнее, которое вы поддерживаете, Николай Янович, но ведь бартерными операциями, да, схемами с проводом через офшорные компании финансов иностранных занимались практически все компании. Да, ЕСУ это был государственный бизнес, который поддерживал Кучма тогда. И Тимошенко пала, да, ЕСУ пала за счет того, что Лазаренко поссорился с Кучмой. А если бы не поссорился, то так бы ЕСУ и работала, и Юлия Владимировна была бы честнее всех. Мы же все это прекрасно понимаем, да, и поэтому, когда нынешняя власть, в том числе, и вы начинаете говорить про то, какая она уголовница, ну, давайте посмотрим на то, а не... У меня вопрос, вот приезжает, тем не менее, министра обороны Сердюков, российский министр обороны, и здесь на пресс-конференции подтверждает, что все-таки вот долг ЕСУ там существует. У меня это вопрос там, прежде всего, к Николаю Янычу-то вот... Я опять путаюсь, потому что то ли Россия защищает Тимошенко, то ли наоборот... Вот, ну, я извините, просто вот немножечко представляю, как устроена российская политика, с трудом верю в то, что господин Сердюков, министр обороны, может такие заявления делать и такие письма писать там без согласования со своим премьером и со своим президентом. Вы знаете что, вот выступление, значит, этого корреспондента... Сергея Высоцкого. Сергея Высоцкого, да. Содержится очень много того, что он сам не может доказать. Очень много того, что он сам не знает. Он где-то что-то слышал. Он вот здесь на экран, на много миллион на аудиторию, передает абсолютно недостоверную информацию. И он, кстати сказать, не несет за это никакой ответственности. Мне гораздо трудней, потому что я за каждое свое слово отвечаю. Так вот, я не буду говорить об обвинениях, которые он высказывал в адрес нашей власти. Вот сразу заведомо всех нас, так сказать, замазал. Это уже на его совести. Я хочу сказать о другом. Что не может руководитель страны быть таким человеком, которого легко запугать. Вот это очень важно. Руководитель должен проводить твердо политику в интересах страны. И поэтому мы не очень-то боимся всех тех, о которых вы говорили. Почему? Потому что рано или поздно правда станет достоянием всех. Вы очень мало знаете о деятельности ЕСУ. Очень мало. Или вообще ничего не знаете. В отличие от вас, я очень хорошо знаю, что в те годы было выведено из страны несколько миллиардов долларов, крайне необходимых для развития экономики страны. Крайне необходимых. Они выводились в тот период, когда экономика падала, и когда пенсионеры были вынуждены копаться на свалках. Давайте поговорим не только о ЕСУ, Евралтрансгазе тогда, Росупренерго. Это же похожая схема. Давайте говорить на основании фактов, которые доказаны. Вы, к сожалению, оперируете непонятными, так сказать, названиями, в отношении которых никто ничего не доказал. А я оперирую фактами, которые доказаны судом американским, которые доказаны нашими судами и российскими судами. Вот те 405 миллионов недополученных, невозвращенных денег Министерства обороны, они реально существуют. Это Министерство обороны России недополучило с этой кампанией абсолютно реальные деньги. Это факт, который, кстати, никто и не отрицает. Вам выгодно не замечать этого факта. Вы его не замечаете. Но мне приходится сейчас рассматривать этот вопрос, и я не собираюсь отрывать у этих людей, которые сидят здесь в студии, и за пределами этой студии, эти деньги. Абсолютно не собираюсь. А вот с Путиным вы встречались, простите. Вы же, кажется, сказали, что эту тему вообще решили не поднимать, потому что не хотели заводить разговор в тупик, так? Это абсолютно верно. Ну вот корреспондент 1 плюс 1 в Питере задает мне такой вопрос. А почему вы не обсудили с Путиным вот эту проблему? А я задал ей вопрос. А вы что хотели? Чтобы я Владимиру Владимировичу предложил. Владимир Владимирович, а вам надо ли 405 миллионов? Они вам не лишние? Мы что, готовы их сразу вернуть? Но я хотел бы спросить, давайте вернем или нет? Как в студии считают? Смеются все. Так вот и я посмеялся над этим вопросом корреспондента. Но ведь это реальные долги. В смысле, деньги-то не возвращены в Министерство обороны. И таких долгов, кстати, украинскому бюджету тоже немало. А, простите, ну и существуют же там, тем не менее, ну, сроки давности, в том числе и по возврату долгов. Вот объясните, как здесь быть, да? Вот там налоговые имеют право там в любой стране предъявлять претензии там до определенного срока. Да, потом даже человек, если не заплатил налоги, ну все, там, как говорится, поезд ушел. Ну, там, существуют сроки давности, там, по возврату банковских кредитов, там, если банк не подсуетился вовремя, не выбил проблемные кредиты с какого-то клиента, тоже поезд уходит. А здесь как? Давайте не... Просто объясните, там, вот... Я вас прошу... Я не в порядке полемики, а хотя бы, хотя бы разъясните, там, здесь присутствующим и нашим зрителям. Вот, я вас прошу... Прошло сколько ведь? 14 лет. Ну, дело-то вот в чем, что не 14 лет прошло, а были на протяжении всех этих 14 лет, производились различные попытки переложить этот долг на государство. И поэтому там сроки давности, давайте к юристам это, так сказать, отнесем, пусть юристы разбираются, есть там сроки давности или нет. Меня больше всего... Юристы в следующий раз обещают прийти к нам сюда. Да, меня больше всего интересует вопрос, не будет ли это, вот это обстоятельство являться основанием для возврата этих денег. Теперь я хотел бы еще на одной очень важной детали остановиться. Вы знаете, вы, наверное, помните времена, когда по телевизору в Советском Союзе выступали различные деятели и говорили, я вот Солженицына не читал, так, один день Ивана Денисовича, например, но я осуждаю Солженицына. Ну да, это хорошая традиция. Да, хорошая традиция. Она теперь видоизменилась. Так вот, она очень, оказывается, живущая. Вот никто не читал уголовного дела, ни обвинений никто не читал, не знает, в чем конкретно обвиняют, но все говорят, это абсолютно, это только политика. Никто, значит, тут не виноват, только политика. Да вы сначала разберитесь. И вот мы сейчас говорим нашим европейским партнерам, разберитесь. Единственное, что мы просим, разберитесь в этом деле. Разберитесь и сделайте свою оценку. Ну вот, кстати, вы сказали, что там доказано американским судом, но вот это не совсем так. Все-таки есть материалы обвинительного заключения по делу Тимаше, простите, Лазаренко, где упоминается конкретно много раз Юлия Владимировна, но судья тогда при рассмотрении дела эти пункты обвинения снял, потому что посчитал, что недостаточно в деле материалов, подтверждающих эти конкретные обвинения. Но с другой стороны, ведь у американцев можно бы было, вот я не пойму, а почему там генпрокуратура, правительство, я не знаю, кто это должен сделать, не попросят разовой помощи у американской стороны. Вот по данному конкретному делу, коль скоро там есть номера счетов, и вообще, как говорят в Америке, самая лучшая финансовая разведка, я думаю, на самом деле они все знают. Илья Владимирович, на самом деле они все знают, и они прекрасно знают, что там есть все то, о чем мы говорим. А что же не полагают тогда? Глубок просит себя. Более того, они передали в нашу генеральную прокуратуру, и наша генеральная прокуратура располагает всеми свидетельствами, о которых вот шла речь. Это абсолютно документальные свидетельства, подтвержденные подписью генерального торнея или генерального прокурора, с печатями, так сказать, заверенные, как положено. Но дело-то не в этом. Я ведь пришел в эту студию не рассказывать об этом деле. Я не юрист, и я не собираюсь, так сказать, будем говорить, детали говорить. Я говорю только об одном, что прежде чем давать какие-либо оценки, нужно по меньшей мере разобраться в этом деле. И вот мы сейчас доводим эту информацию до европейских дипломатов и говорим, разберитесь. Вот это все, что мы хотим. Разберитесь, потом давайте оценки. Последний вопрос. Просто не можем мы больше в ночи вас задерживать. Микола Янович, вы сегодня на начале программы сказали Евгену Алексеевичу, что на переговорах с Володимиром Путином вы пытались впливать на его решение стосовно Украины и цены на газ такими аргументами, как то, что Украина не будет купить газ по такой цене. Цена, если будет нафта дорожчать, то даже с урахованием Харкевских угод и снижки на ціну будет 500 долларов за 1000 кубов. И украинская промышленность просто зупиниться. Насколько это для Путіна такий аргумент, что он перегляне свое ставление до цены на газ, насколько это его взлякает, если вы хотели этим аргументовать? Чи готовы вы выдать в концессию все-таки газотранспортную систему? И вы сказали Евгену Алексеевичу, что вы с Путином вошли на конкретные сроки, что будут эти угоды в конкретные термины подписаны? Какие это термины? Когда это будет? Интересные оценки у вас звучат. Испугался Путин или не испугался? Интересно сегодня звучит. Сначала меня пытались напугать, теперь говорят об испуге Путина. Я Путину знаю достаточно давно, общался с ним. Это политик, которого трудно напугать. И вот это качество его, как политика, меня импонирует. Мне импонирует. Понимаете? Точно так же... Он приемы борьбы знает. Самбо, дзюдо, черный пояс. И не только. И суровую школу питерских дворотней прошел. Чи готовы вы выдать в концессию ГТС заради нижней цены на российский газ? И на какие конкретно термины вы с Путином вошли? Какие сроки, которые вы сгадывали, сидячи на диване? Да. Так вот, и Путин за все время общения никогда не пытался нас чем-то напугать. И за это мы относимся к нему с уважением. Теперь, что касается действительно неподъемных цен на газ. Они для нас... Я возвращаюсь к началу нашего разговора. Не просто неподъемные, они убийственные для нас. И поэтому самая главная сейчас задача это пересмотреть эти цены на газ. Вот представляете, сколько мы усилий президент, правительство тратит на пересмотр тех соглашений, которые были подписаны в январе 2009 года. Полтора года уже. Полтора года. И поэтому, естественно, мы готовы пойти на определенные компромиссы. Мы на них пойдем. Потому что у нас не будет выхода другого. Либо допустить сползание нашей страны в катастрофу, а мы этого не можем допустить, либо найти разумный компромисс. Я не буду раскрывать сейчас детали. Почему? Потому что переговоры достаточно непростые. Мы пытаемся найти баланс интересов. И когда мы об этом объявим, появятся разные голоса. Кто-то будет нас обвинять, кто-то будет аплодировать. Но я думаю, что этот, скажем, наша договоренность, она будет отвечать долговременным интересам нашей страны. Вот это то, что я могу сейчас на этот момент вам ответить. А коли оно будет? Я прошу прощения. Просто, ну, совсем не остается у нас времени. Осталось ждать совсем немного. Потому что у нас еще очень много других тем. В том числе у нас еще репортаж из Нью-Йорка, как на Манхэттене живут этнические украинцы. У нас рассказ про моду и политику в связи с неделей моды, которая одна прошла, другая проходит. В Киеве две конкурирующие. И у нас еще история про освобождение одного единственного израильского солдата в обмен на тысячу с лишним террористов. Очень интересная тема, кстати. А вот, Николая Яновича отпускаем. Спасибо вам большое, господин премьер-министр. А мы продолжим. В следующей части большой политики своя среди чужих. Как молодая украинка превратилась в палестинскую террористку? Почему чужая война стала и ее войной? Почему так заразен национально-религиозный фанатизм? И верно ли поступил Израиль, отпустив на свободу больше тысячи фанатиков и террористов ради вызволения из плена одного единственного военнослужащего? Мы продолжаем очередной выпуск программы «Большая политика». Мы работаем в прямом эфире на телеканале Интер. И сейчас обещанная тема. Политика и мода. Мода и политика. Повод для этого понятный. На этой неделе завершилась украинская неделя моды Ukrainian Fashion Week. Мероприятие, которое проходит в Киеве уже 29-й раз. С 97-го года дважды в год. В свое время украинская неделя моды, между прочим, стала первой профессиональной фэшн-акцией на территории Восточной Европы, которая полностью соответствовала мировым стандартам показов прет-а-пурте. Не успела завершиться это мероприятие, как открылся еще один модный форум Mercedes Best Fashion Week Киев. Кстати, проходит она в олимпийском дворике национального спортивного комплекса «Олимпийский». В общем, киевским модникам, среди которых, кстати, и политиков хватает, скучать не приходится. У нас в программе тоже небольшое дефиле. Вот, посмотрите. Моды, вкусы современных украинцев разных возрастов, конечно, за прошедшие 20 лет независимости прошли длинный путь. Вот вы посмотрите, как хорошо, как элегантно одеты эти молодые люди. А вот как одевались модники лет 20 тому назад. Помните, время малиновых пиджаков, кожаных курток, люрексных брюк. Напоминаем вам. А бывало, что еще вот этот молодой человек одет еще относительно прилично. А бывало, что, значит, бордовый или там красный верх, а низ спортивные брюки и кроссовки Adidas. Очень круто, между прочим, было. А возвращаясь к теме моды и политики в современной жизни нашего политикума, как отмечает наш корреспондент Кира Толстякова, в этом году депутатов и чиновников на показах было гораздо меньше, чем в прошлые годы. Видимо, сложная политическая ситуация влияет. Как говорится, не до грибов, не до моды, простите. Впрочем, следить за новыми веяниями в этой области политики не перестанут. Вот как их не упаковываешь, они все равно виползают сюда и начинаешь выбирать. Кроватки для нардепа Владислава Лукьянова это не лишь элемент одягу, что додает образу завершенности. Регионал их коллекционирует. Утім, что до кількости и гадки немае. Спершу майстер-класс. Кроватка має відповідати лацкану пиджака, а ее колор – події або настрою парламентаря. Синий галстук с желтыми цветами – это почти наша национальная гамма. Желтое поле, голубое небо, как флаг Украины. Ну, понятно, что парламент, такой галстук, если одеть, это будет такая новость для журналистов. За цими смужками яскравой тканиной відра Альфа-Лорена, обранец ездив аж у Японию, бо в Європе їх швидко розібрали. Та вдягнути таку кроватку, утім, як і більшість коллекції, регионал таки не наважився. Гучі, Прада, Версачі. В галереї депутатських кроваток не лише вироби світових дизайнерів. Їй за 10 доларів. Найдорожча – близько 500 євро. Это Маквинновский галстук. Это последнее приобретение из коллекции. Стежить за модой депутат завдяки интернету, журналам та показам дизайнерів. Утім, почуття стилю, переконує Лукьянов, в нього від батька. Той завжди звертав увагу на кожну дрібницю. І не лише в роботі, а й в зовнішньому вигляді. Тож, сорочка до піджаку, кроватка та портфель до костюму, черевики в тон. Та іноді на роботі не до дресс-коду. Надто гаряче. Під час однієї із сутичок у Верховній Раді Лукьянову порвали шкіряну куртку. Дизайнери порадили не викидати у смітник, а творчо переробити. Як бойові шрами, кажуть, украшають мужчину. Я зробив, от у мене було там два чи три таких шва ярких. Многі спрашиваю, ну, завжди була тема для розговору, поговорити, як це було. Ми тоді в оппозиції були. Смак в одязі обранець передає молодшому поколінню. Діти часто звертаються за порадою. Батько радіє. Ну, безусловно, коли ви виходите, треба взяти трохи. Запах додобняє образ. Тому, що це нормально. Все, до сьогодні, поки. Хто в нас найкращий політик? Це Тігівка. Він завжди виглядє достойно, він завжди виглядє оригінально. За останні чотири роки українські політики почали виглядати краще, аналізує дизайнер Андретан. Завдяки команді професійних іміджмейкерів. Чоловіки все рідше дозволяють собі неохайну зачистку, піджак на розмір більше, або кроватку не в тон сорочці. Дотримуватись дрес-коду не важко, вважає дружина Сергія Тігівка, Вікторія. Коли є внутрішня культура. Дружина віце-прем'єра є частим гостем українських модних показів. Та найважче – жінкам-політикам. Певні дизайнери. Регіоналка не можна бути консервативним. Сьогодні потрібно використовуватися кредитними карточками, мобільними телефонами, інтернетом, айпадом, персональним комп'ютером, передвигатися самолетами. На роботі, запевняє Кільчицька, її стиль означає самовпевненість та дисциплінованість. Улюблена кольорова гамма – чорно-біла. Краще за Шанель, зізнається, ніхто не шиє. Утім, колишня віце-мер воліє не лише до світових виробників. Іноді звертається й до українських. В сукні вітчизняного дизайнера вона побувала на ювілеї Горбачова в Лондоні. Дизайнери не люблять критикувати політичних модниць, бо ті ображаються. Тож на питання, кому бракує почуття смаку, зазвичай розповідають про тих, в кого воно є. Скажімо, в списку стильних політиків Андритана – екс-прем'єр Юлія Тимошенко, секретар РНБО Раїса Богатирьова, радник президента Ганна Герман, депутат Наталія Королевська. Тобто, нічого, опять-таки, лишнєго, все дуже так вичурно, нет каких-то огромных масивных украшений, нет какого-то глубокого декольте і так далі, так далі. Тобто, людина чітко розуміє, для кого він працює, і як він має вигляти. Зовнішній вигляд, пояснює дизайнер, запорука успіху. Неохайному політику вірять менше, якби палко та щиро він не говорив. Змінюється час, змінюється мода, змінюється політик. Депутат Ксенія Ляпіна визнає консервативність її внутрішні відчуття, що передається і в одязі. Над гардеробом парламентаря працює одна кравчиня, тому й костюм повністю обходиться приблизно в 5-6 тисяч гривень. За депутатськими мірками це демократично і недорого. Принаймні, в рази дешевше від костюмів світових брендів, яким віддає перевагу абсолютна більшість українських парламентарів. Ляпіна обирає пастельні відтінки, та іноді навесні або влітку дозволяє собі яскраві кольори. Я внутрішньо налаштована, скоріше на якийсь такий, можливо всі скажуть, що достатньо нудний стиль, тобто намагаючись не посилати якісь серйозні роздратування чи сильні виклики, намагаючись просто виглядати людиною, яка собі впевнена, яка знає, що робить, яка сумує з того, що не все виходить. Політики сьогодні все частіше купують одяг, що їм пасує за власним відчуттям чи завдяки консультантам, а не лише ті лейбли, що бачать в журналах. Однак, з сумом нагадують організатори фешн-тижня, мода – це не тільки одяг чи біжутерія, а ще вчинки та поведінка. Це, скоріше, якісь треші, ніж мода в політиці, такі антитренди на рівні андеграунда, бо взагалі-то я вважав, що модно бути порядним, чесним, справедливим, добрим, чутливим до народу, який тебе обрав. Але досить часто політики не дотримуються цих трендів загальносвітових. Дотримуючись не стільки моди, скільки певних правил, умовностей та традицій, рівень держави можна підняти на дві голови. Не словами, а конкретними прикладами доводить це протоколіст Галина Науменко – жінка, що вже більше півстоліття присвятила організаціям зустрічей на вищому рівні. Вчити гарним манером, зізнається, доводилось навіть перші обличчя Радянського Союзу та України. Галина Науменко вважає, що навчитися цього можна і треба, адже зустрічають за одягом, проводжають за розумом. Цю мудрість ще ніхто не заперечив. Мужчини-політики стали так середитися своїми прическами, що, по-моєму, ми, жінки, вже почали їм трохи завідувати, тому що волосочок к волосочку. Добре, 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 тільки пусть внутрі буде стержень. Галина Науменко пригадує вишукану елегантність Джекі Кеннеді, бездоганність Маргарет Тетчер, справжність Інді Риганді. Кожна деталь одягу, кожен жест, кожен рух – все має значення. Нині ж головна увага виключно на одязі. Та й тут тонка справа. За словами Науменко, українські жінки-політики забувають про головне – не дратувати. Вот для жінки здесь и капкан. Маленький, но капкан. Да, следить за собою надо. Да, появлятися на людях непричесані, неухожані. Нельзя. Нужно смотреть, і щоб платье було, так сказати, нормальним. Все це нужно, але треба знати миро. Це раздражає общество. Відчуття стилю і доречності свого вбрання – справжнє мистецтво, говорить Галина Науменко. З його допомогою можна навіть увійти в історію. Як-от колишній держсекретар США Мадлен Олбрайт, яка створила цілу дипломатичну мову. Мову брошок. А можна так і залишитися героям глянцю та таблоїдів. Кіра Толстякова, Вікенті Клаунінг, Віктор Політов, Микола Тіхонов. Велика політика. Політика. Політика і мода. Ми продовжимо обсуждати в нашій сьогоднішній програмі з известнішим чоловіком, іскусствоведом, потрясаючим істориком моди, телеведущим, Олександром Васильєвим, який на зв'язі с нами с помощью телемоста, який ми навели в Санкт-Петербургі, де він зараз знаходиться. Олександр любезно согласився поучаствувати в нашій програмі. Спасиба вам більше за це. Ось скажіть, будь ласка, на самом деле, казалось бы, такі далекі друг от друга матерії, як мода і політика, на мій взгляд, дуже часто пересекаються. Вот даже вспомнить там великую французскую революцію. Не тільки на ваш взгляд. Ну да не тільки. Помніте, були Санкелоти? Любой кризис, політичний. Санкелоти, це було понятие, понятие, которым там французські аристократы называли вот бештанних своих политических противников. Вот вони носили не те штаны, которые було принято носити. Действительно так. Ну а які вот ще аналогії приходять к вам в голову? Аналогії политики і моди. Да. Моментально, любой цвет, например, победа Наполеона ІІІ при містечці Сольферіно в Італиї подарила миру моди цвет Сольферіно. Це оттенок лилового, який прийшовся дуже кстати. Асада Парижа прусскими войсками во время войны 870-го года подарила миру моди тюрнюр взамен кринолина, новая форма. Знаменитые, например, революционные преобразования начала века вывели из моди очень много украшений, деталей, подарили миру моди масса простоты и в тканях, и в отделке. Тоталитарные режимы тоже со своей стороны очень сильно повлияли на развитие моды. Как менялось отношение к моде Гитлера, так и Муссолини? Простите, а вот про Гитлера, как менялось отношение в Германии во времена Гитлера к моде? Ну, в принципе, он ввел в моду все про немецкое, баварские пиджаки для мужчин, платье в австрийско-баварской, цветочек для женщин, фонарики, покрой Татьянка, очень популярный в это время Муссолини, тоже ввел в моду массу элементов итальянского типа, начиная от пилоток, кончая всевозможными болеро у женщин. Каждый политик, каждый диктатор хочет каким-то образом утвердиться и через моду. Ну, например, Эвита Перрон, супруга аргентинского президента, тоже становится модной иконой именно благодаря своему мужу. Или, например, Карла Бруни Саркози, недавно родившая, как вы знаете, дочь Далию для французского президента, тоже стала иконой стиля не потому, что она была хорошей манекенщицей, ее уже все забыли, а именно потому, что она стала женою французского президента и тем самым утвердила фасон на многие формы сумок, отделки определенными цветами. Она очень любит лиловый цвет и популярность лилового в последние два сезона, безусловно, поддержана именно этим персонажем. Вот вам пример. Ну, а вот вы согласитесь, например, с такой точкой зрения, который мне пришлось однажды услышать от моего английского одного знакомого, что покойная принцесса Диана, которая была тоже иконой стиля, в некотором смысле подарила британцам новую национальную самоидентификацию, что, глядя на нее, новое поколение англичан вдруг подумало, что, черт возьми, а чтобы быть настоящим англичанином, совершенно не обязательно ходить в старомодном твидовом пиджаке и пахнуть мокрой псиной и теплым пивом, а можно быть современным, стильным. И вот именно тогда, в каком-то смысле, и Англия, и город Лондон стал стилеобразующим таким центром. Или вы не согласны? Возможно, он прав. В этом заключении нет ничего революционного. Это, можно сказать, обычная такая констатация факта. Я не заметил ничего особенно нового или открытого. Я считаю, что у вас, где вы сейчас находитесь, на Украине, например, у вас бывший премьер-министр действительно очень сильно повлиял на мировую моду, хотя бы своей косой, потому что она ввела это в моду во всем мире. И прическа с косами с тех пор стала безумно популярна, как на подиумах, так и в быту. Вы серьезно? Я никогда, правда, я бесконечно далек от современной моды, но что действительно... Ну вот, именно от того, что вы бесконечно далеки, вы не замечаете, что коса стала атрибутом очень многих коллекций. Коса, косички, различные хитроприсплетения кос. Даже у нас в модном приговоре мы показываем на то, указываем на то, насколько косы сейчас популярны. Но это факт. И даже вот находясь в заключении, она не снимает косу. Это говорит о том, что она верна своему стилю, нравится он или нет, это другой совсем вопрос. Но то, что это стилеобразующая форма, здесь мы не имеем права поспорить ни в чем. А как вам лично нравится, в этом никто не сомневается. Вам лично нравится вот этот стиль? Здесь не вопрос, нравится или не нравится. Смотрите, лучше чем-то отличаться, чем ничем. И вы понимаете, каждый политик, когда он занимает большое место в государстве, должен всегда иметь какой-то национальный элемент. Например, не гоже французской королеве, простите, королеве Англии выйти с сумкой Кристиан Диор или Эрмес, несмотря на то, что ей это очень нравится. И обязательно надо иметь шляпу английского происхождения, костюм английского происхождения. Но очень трудно найти на Украине какие-то элементы типичные именно для этой страны. Поэтому ее коса, которая немножко напоминает прическу Лесси-украинке, то, безусловно, она таким образом свела как-то два конца вместе и создала образ, безусловно, напоминающий о этой нации, о красоте именно этих женщин и об устоях и традициях именно этой страны. Это совершенно очевидно, тут даже не надо это подвергать никакому сомнению и никакому оспариванию. Ну, а вот если взять историю бывшего Советского Союза, как менялось отношение к моде, если проследить какие-то основные этапы нашей общей истории? Ну, вы знаете, особенных этапов не было. В Советском Союзе в политике не было культа женщины. И все советские правители были окружены очень некрасивыми женщинами. Вспомните Крупскую, которая была антигламур. Жену Сталину никто не видел, она быстро ушла из этого мира. Жену Хрущева увидели все, но она была похожа на домохозяйку. Когда они встретились с Жаклин Кеннеди, это было ужасное зрелище. Барыня и горничная, по-другому никак нельзя сказать, даже скорее кухарка. Жена Брежнева тоже не отличалась большой эстетикой. В основном на фоне всех этих советских правителей блистали скорее актрисы, скорее балерины, скорее певицы. Порой Любовь Орлова, порой Людмила Целиковская, иногда Майя Плесецкая, иногда Людмила Гурченко. То есть образы скорее актрис затмевали в образе народа образы женщин-политик. Потому что я, кроме Фурцевой, особенных женщин-политик даже и припомнить не могу. У нас в СССР было очень мало женских фигур. Потому что даже знаменитая летчица Валентина Терешкова, которая положила начало определенному стилю в одежде, космическому стилю через костюмы Кардена, Курежа и Паку Рабана, сама не носила ни Кардена, ни Курежа, ни Паку Рабана, одевалась очень просто. Но фактически была первой женщиной, которая полетела в космос. Поэтому я не могу сказать, чтобы Советский Союз вообще к моде был каким-то образом предрасположен. Он скорее смеялся, вспомните фильм «Бриллиантовая рука», брюки превращаются, превращаются в брюки. Это всегда немножко несуразно. Будем искать другой халатик. Манекенщица – это всегда плохо, манекенщик – это всегда тоже нехорошо. У нас не было особенного, я бы сказать, ласкового отношения. Ну, конечно. Даже борьба была. И борьба была слабинка, и форцовка. Даже была борьба с модой. И форцовка через порт одессы. У нас шириной брюк, боролись сначала с широкими брюками, в начале 50-х, потом с дудочками. Это было раньше, это было в сталинскую эпоху. Это было в эпоху, это было в эпоху, это сегодня он играет джаз, а завтра Родина продаст. Это было в эпоху стиляк. Тут совсем другая эпоха. Уже при... Она примерно совпала со временем оттепеля, не так ли? Вот то, что мы недавно смотрели... Ничего ничего. Стиляги появились в 47-м году. В фильме, который так и назывался, Стиляги. В самую жуткую эпоху Холодной войны. В 47-м? То есть даже раньше. Фильм-то был, но Стиляги появились в 47-м году. Они впервые были опубликованы на страницах журнала «Крокодил». Я написал об этом книгу. «150 лет русской моды фотографии». Я хорошо помню, да, Танис Абетти? Итак, продолжаем наш мозг. Да, да, да. Вот потом, помните, боролись с влиянием джинсов, боролись с шортами. Я помню, что уже там... Боролись в основном с мини-юбкой, потому что все-таки у нас было гораздо больше, я бы сказал, нет женской одежды. А не мужской, потому что мини-юбка произвела на всех такой фурор в конце 60-х годов, что в помещении никогда не впускали женщин в публичные места, в ресторан, например, или на телевидении, на радио. Женщин в мини-юбках скорее предлагали им пододеть туда брюки. Уже готовы были смириться с брюками Крёш, но только не с юбками. Ну, хочу сказать, что Советский Союз был очень неповоротливый, косноязычный, далёкий от элегантности и от стиля страной, поэтому ждать хорошего от них нельзя было. Да, был такой руководитель центрального телевидения Сергей Георгиевич Лапин, который, например, в здании Гостелерадио... Прекрасно помню его. Помните его, да? Вот он запрещал ходить в мини-юбках. Не впускал очень многих дикторов, я это слышал. И не любил, когда женщины ходили в брюках. То есть, вот, не любил бородатых мужчин, чего там только не было. При том, что человек был образованный, интеллектуальный... Да, вот мы недавно судили в модном приговоре... Да, вы судили в модном... Ну, пострадал дочка его, упала в шахту лифта вместе с ребёнком. Да, это ужасная история. Это ужасная, страшная история, которая всех тогда потрясла. Так вот, вы судили в модном приговоре, вы что-то начали рассказывать. Про то, кого вы судили в модном приговоре? Татьяну Судец недавно, вот она как раз рассказывала... Татьяну Судец, очень неизвестную телеведущую той поры, тётю Таню, она как раз вот говорила о том, как в юбки её, в мини-юбки не пускали, что надо было переодеваться, что старые большевики звонили на телевидение и говорили, ай-яй-яй, как не стыдно. Ведущие, что они себе позволяют, тут бантик, тут начёс. Ну, что говорить, тоталитарное государство является всегда таковым. Не пускать и ограничивать, знаете. Может, и меня бы в таком пиджаке из бархата Мариано Фортуни, может быть, никто бы никогда тоже не пустил раньше на центральное телевидение. А теперь, пожалуйста, веду на Первом канале. А вот Раиса Горбачёва, многие говорят сейчас, что она была первая женщина... Ну, она была чуть-чуть получше, она была... Которая как-то демонстрировала там вкус и... Которая взяла с собой карточку Американ Экспресс и отправилась за покупками. Да, она одевалась лучше. Но, тем не менее, это не была картинка. Действительно, она была лучше сложена. Во-первых, она улыбалась. Это самое главное для женщины. Она была хорошо причесана. Она была не слишком полной. Она была аккуратной, симпатичной, позитивной. Родом с Алтая. И всё это, конечно, отложило некий отпечаток на ней. Её одевали в общесоюзном доме модели. Костюмчики и пальто ей шили. Очень миленькие, так же, как и шубки. Она носила, не скрывая бриллиантовые серёжки. Ничего плохого о ней сказать нельзя. Действительно, эта дама, царствие небесное, одевалась гораздо лучше, чем её предшественницы. Это так. Ну, а если говорить о политиках. Вот о политиках сегодняшнего дня в России и в Украине. Многие обращают внимание на то, что они порой одеваются вызывающе дорого и безвкусно. И выставляют своё богатство, свою состоятельность на показ. Вы с этим не согласны? Будучи, не могу сказать ничего по этому поводу, будучи сильно занят своей работой на телевидении, в книгах, в выездных школах, у меня, к сожалению, нет времени хорошенечко разглядеть часы или галстуки, что они могут выставить ещё на показ, или сумки, или автомобили политиков. У меня просто есть своя стезя. Поэтому, простите, я не смогу их никаким образом описать. Не вижу близко. Не сталкиваетесь совершенно? И не знаю, одеваются ли они вычурно или нет. Ну, а если... Никогда бог миловал я с ними. И если столкнусь, обязательно позвоню вам и расскажу, какое впечатление они произвели. Ну что ж, Александр, спасибо вам большое за участие в нашей программе. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня гостью... Очень приятная вас музыка. ...нашей студии был Александр Васильев, известнейший историк, моды, телеведущий, автор многих книг, которыми зачитывается публика подчас совершенно далёкая. Двадцати семи, вот видите, двадцати семи книг. Александр, спасибо большое. А мы продолжим наш выпуск. Спасибо вам. Теперь, как обещано было в самом начале программы, мы поговорим об одном из самых важных, громких событий недели. Я имею в виду историю с освобождением одного единственного израильского капрала в обмен на тысячу с лишним заключённых израильских тюрем, подозреваемых и обвинённых, и приговорённых длительным тюремным сроком за участие в террористических актах. Здесь у меня собрались, я с вашего позволения тоже присоединюсь к компании наших гостей, сидящих за этим столом. Здесь Пётр Алексеевич Порошенко, в недавнем прошлом министр иностранных дел Украины, Андрей Мохник, заместитель председателя Свободы, Евгений Альфредович Червоненко, начальник департамента авиации МЧС, он теперь у нас, но мы его скорее пригласили всё-таки как вице-президента еврейского, евразийского, простите, евразийского еврейского конгресса, и народный депутат Вадим Колесниченко, представитель партии регионов. Вот скажите, пожалуйста, вот многие из нас помнят, наверное, вот эту историю из фильма «Освобождение», знаете, когда Иосиф Виссарионович Таллин в исполнении «Бухути за Гориадзе» там с пафосом говорит, когда ему там докладывают о предложении немецкого командования обменять его пленного сына, старшего Якова, на фельдмаршала Паулюса, я лейтенанта на фельдмаршала не меняю. Хотя на самом деле это такое некое историческое допущение, потому что немцы в действительности обращались с предложением обменять не фельдмаршала Паулюса, а какого-то его пленного родственника на сына Сталина. Но, тем не менее, вот выяснилось, что иногда можно обменять и одного единственного израильского военнослужащего на тысячу с лишним палестинских террористов. 1027. 1027. В том числе там одна украинка. Это отдельная тема, которая там многих поразила, что вот обычная там девушка из Винницы превратилась в такую фанатичную участницу палестинского террористического подполья. Вот как вы это восприняли? Потому что на самом деле в мире, конечно, очень много восторгов, а вот о том, что есть много критики, умалчивают. Петр Васильевич, вот вы как думаете? Добрый вечер, или добрый ночи, шановные телеглядачи. Дуже дякую за запрошение и возможность висловить свои думки с этого привода. Я вважаю, что это яскравый приз, знака того, какие пріоритеты мает эта государство в своей политике. Бывает, иногда государство построено абсолютно по-иншому. Когда пріоритетом государства есть генералиссимус, премьер-министр, министр, депутат, бизнесмен, чиновник, до звичайного человека, до звичайного солдата, вояка, который защищает свою государство, у государства иногда не доходят руки. Я скажу, что такая государство очень слабая. Потому что она не создает мотивацию для обычного гражданина, парнина, парни или девушки любит свою государство. Потому что она знает, что в той или иной ситуации эта государство тебе кажется. Сдастся, как чернобыльца, как афганца, как человек, которая физически, морально, готова встать на защиту любой ситуации, чтобы защитить свою государство, которую тебя выховала, которую ты очень любишь. Для меня, я имею несколько примеров. Я был министром закордонных справ. И величезная количество неприемных событий трапляет с украинцами по всему миру. У нас было абсолютно несправедливо, где-то в Демократичной Республике Конго заарештовано кинути в африканскую въездницу шесть наших граждан. И родины этих моряков просто втратили надежду. Бо это было абсолютно брутальное, неправдивое звинувачение, где их мали стратить через месяц. Я сразу же принял этих членов родин. И это была просто детективная операция, где мы надзвичайно эффективно співпрацювали с российским посольством, потому что там был один гражданин Российской Федерации. И не было нашего посольства, потому что это было посольство в Губонии. И фактически мы выкрали из въезницы этих ребят. Я не могу сейчас рассказать детали операции, но просто все життя мое варто того, как матери, жены, дети встречали этих ребят. Вот у меня сейчас это стоит перед очами. Или там спольная операция взаимодействия нашей с Министерством закордонных справ Испании, Европейского Союза, когда мы освобили захопленных пиратами наших моряков, как сопровождали их. Это вы имеете в виду историю с судном Фаина, да? В данном случае с Арианой, с Фаиной, когда ключевое завдание державы, я ни в никаком разе не хочу говорить про себя, чтобы ключевое завдание державы было життя, доля, права конкретного гражданина Украины. И вот в данном случае, я думаю, что в Израиле не было другого выхода, как действовать в такой способ. А вот некоторые говорят, премьер Натальяк хотел на самом деле рейтинг, если так поднимать. Я просто еще одну фразу скажу. Неприятно для Израиля всю историю свою вести переговори с террористами. Я думаю, что если бы на последние подии в Раде безопасности ООН, Генеральной Асамблеи, дискуссии о признании Палестины, я не включаю, чтобы эти переговоры не было такого прогресса. Но никогда, считая себя страной, любая, не будет иметь патриотов, не будет иметь повагу для себя, если она первым приоритетом не поставит для себя долю обычного солдата. Это был переговорный процесс, да? Это был переговорный процесс долгий, когда, по сути дела, там та сторона, палестинская сторона, поставила условия. Хотите назад с вашего сержанта, освобождайте, вот по списку конкретных... Не выпустили. Пять человек не выпустили. Тот, что убил министра туризма и других, и выпустили пока 400, но предупредили их. Хорошо, но вот представим себе там ситуацию, там попадают очередные моряки где-нибудь там в плен, да? Сомалийским пиратам. Вот сомалийские пираты выкатывают какие-нибудь условия. Тимошенко освободите из тюрьмы. Знаете, в случае, оценивая ситуацию с освобождением Капрала, Петр Алексеевич правильно сказал, что вопрос касается патриотизма. Мне очень интересно было посещать Израиль несколько раз. Вы знаете, совершенно случайно, у нас был официальный прием в одном из ресторанов и в соседнем зале постоянно были какие-то здравицы и скандировали какие-то поздравители, ну, русскоязычная часть. Я поинтересовался, в чем там, что там происходит. Там просто-напросто солдат, который прибыл на побывку, и человек 150 в каждом тосте благодарили его за то, что он патриот, за то, что он защищает свою родину. И было видно, что люди это делали искренне. Это вооруженные лица, вооруженные люди, которые ходят по Израилю, и все это воспринимается как само собой разумеющийся. И то, что сказал Петр Алексеевич, да, оно может иметь место, но не это главное. Вот понять, где то, что давно велись переговоры, Израиль тоже раскололся на две части, не все эти воспринимали эту идею. Мне просто за последние полтора года дважды довелось общаться с президентом Израиля. И первый раз я не совсем понял его идею. Со второго раза я был просто поражен глубинной мыслью. На сегодня Израиль очень мощная, высокоразвитая страна, которая существует в пустыне, создана практически на пустом месте. Так вот, представьте себе, президент в этой ситуации говорит, мы должны сегодня уже решать вопрос о том, что мы должны палестинцев накормить, обучить высоким технологиям, дать им воду, это же пустыня, вода, это жизнь. Потому что иначе через 10-15 лет это у нас будут отнимать. Но это позиция Шимона Переса, который вообще там исторический голуб. Исторический голуб. Ну, идея, идея глобальная. Идея глобальная. А знаете, некоторые израильтяне говорят, это все потому, что он в армии не служил. Я могу только одно сказать. Одна идеология, она неприемлема. В любом случае нужно всегда вести переговорный процесс. Путь компромисса это путь будущего, путь 21 века. Да, эта цена может быть очень дорогая, но это демонстрация доброй воли, потому что мы понимаем, что Израиль сегодня находится в очень непростом положении. Я прошу прощения, у нас есть телемост как раз с Израилем. Там находится наш корреспондент Андрей Цепленко, корреспондент Интера, который вообще специализируется по горячим точкам планеты. Он сейчас в Тель-Авиве, вот мы не знали, откуда он будет включаться из Иерусалима или из Тель-Авивы. Андрей, слышите нас? Да, слышу прекрасно. Доброй ночи. Доброй ночи. Расскажите, пожалуйста, вот как сейчас ситуация развивается? Израиль празднует то, что произошло? Ситуация... Или продолжаются споры? Израиль, в Израиле сейчас шаббат, вот, люди празднуют выходные дни скорее, чем освобождение Шалиты, потому что, собственно говоря, освобождение уже отпраздновали и 18-го, и 19-го, и 20-го числа, и сейчас правительство Израиля обращается в принципе ко всем, в том числе к журналистам, ну, что ли, дать время семье Шалиты ему на адаптацию и, ну, немножко оставить его в покое, дать ему, как бы, личное пространство свободы, которого у него не было в течение пяти лет. Что касается самой ситуации, вот я уже слышал обсуждение в студии, вы знаете, не совсем корректно, мне кажется, сравнивать освобождение украинских моряков и освобождение Шалита по одной из причин, вот, я хочу процитировать слова одного высокопоставленного израильского чиновника, который дал нам интервью и сказал буквально следующее, вот я процитирую, прежде всего, освобождение Шалита означает, что Израиль всегда возвращает своих детей, своих солдат и не оставляет их на поле боя, и только благодаря этому мы можем быть с тем духом, который нужен нам и всему обществу, чтобы побеждать в войнах, которые, к сожалению, были и, внимание, и наверняка у нас еще будут, то есть Израиль в принципе готов к тому, что военные операции, мне кажется, из слов чиновника следует, Израиль готов к тому, что военные операции еще будут, и Израилю очень важно, чтобы дух людей, которые защищают эту страну, был достаточно высок, здесь, здесь нужны районы, здесь нужны рядовые районы, которых, ради которых Израиль не, не, не пожалеет ничего, но это то, что on the record, а то, что off the record говорят израильские политики для Израиля по, опять же, по словам одного из политиков, который пожелал остаться анонимным, очень важно, чтобы эта договоренность была выполнена именно сейчас и именно благодаря посредничеству Египта Израиль ценит Египет как ценит эту страну как своего регионального союзника и очень важно в контексте тех событий, которые были недавно в Египте, было подтвердить вот этот статус Египта как дружественной страны и важной для Израиля в контексте опять же важной для Израиля операции по обмену Шалита. Андрей, у меня вот какой вопрос, удалось вам встретиться с украинской женщиной Ириной Полищук, которая стала чуть ли не героиней теперь палестинского народа во всяком случае той части, которая симпатизирует террористической деятельности и вот какое впечатление она провезла вот как случилось, что девушка из Винницы который, кстати, насколько я понял украинский МИД предлагал вернуться на родину, в Украину, но она отказалась, вот как она стала такой фанатичкой. Ну, вы знаете, она... Или она не производит такое впечатление. Мы с ней общались, мы были в семье, где она живет, в семье мужа Ирины Ибрагима, который, кстати, остался за решеткой, у него шесть пожизненных сроков за участие в теракте, мы были и сегодня днем в Вифлееме, они живут в Вифлееме, и вчера, достаточно странное впечатление у меня от этого человека. Она очень сдержана и категорически не хочет общаться с русскоязычной, украиноязычной прессой. Она как бы ограничила свое общение с прессой, мотивируя это тем, что, ну, ей нужно адаптироваться для нормальной, обычной жизни. Вообще, вся история, связанная с терактом, в котором она принимала участие, она достаточно достаточно странная, потому что, потому что в нее вовлечены русскоязычные люди Израиля, многие из них выходцы из Украины. Например, ну, вот история Ирины и история этого теракта такова, что 22 мая 2002 года она вместе с мужем Ибрагимом и маленьким ребенком в машине, она была за рулем, подвезла двух террористов-смертников в город это решен лицион. И одна из смертниц девушки, она отказалась подрывать себя, а вот молодой человек, которому было 17 лет, он вышел из машины, подошел к площадке, где играют люди в домино в парке и подорвал себя. Погибло двое жителей, один достаточно пожилой человек, другой молодой парень, оба русскоязычные. Парадоксально, что первый следователь, который допрашивал Ирину в больнице, она попыталась удрать с места совершения теракта, ее поймали совершенно в другом городе вместе с мужем. Первый следователь, который ее допрашивал, был тоже русскоязычный человек, наш земляк из города Днепропетровска. И вот он говорит, что у него тоже достаточно странное впечатление об этом человеке. Он говорит, я никогда не забуду этот взгляд и этот отказ говорить на какие угодные темы. Вы знаете, с Ириной связана еще одна история с отказом. Ведь немногие знают, что она получила сначала не 20-летний срок, а 3,5 года за ну как бы за то, что ее заставили участвовать в теракте. За то, что якобы она не сама пошла на этот теракт. И ей предложили после окончания этого срока быть депортированной в Украину. Она отказалась, она заявила, что она хочет остаться в Палестине. Тогда провели доследование, выяснили дополнительные скажем так сведения о том, как готовился этот теракт и добавили ей еще 16,5 лет. Вот она вышла на свободу, сейчас здесь ее мать из Винницы, здесь ее дочь. Ирина, как мне сказали в израильской полиции, как и все впрочем палестинцы отпущенные на свободу, подписала некое обязательство не участвовать в подобных действиях против израильтян. и вы знаете, мне кажется, она не производит впечатления фанатички, мне кажется, что, ну я надеюсь, по крайней мере, что она многое переосмыслила за решеткой. Ну а как будут развиваться события, мы, я думаю, посмотрим, и я думаю, что в воскресенье, когда выйдет наш выпуск, подробности, выпуск программы подробности недели в 8 часов вечера, я думаю, что мы покажем Ирину украинским зрителям. Ну что ж, Андрей, спасибо большое, это на связи с нами был из студии в Тель-Авиве Андрей Цеплиенко, спецкор телеканала Интер, который вообще известен как автор многочисленных репортажей, фильмов о событиях в горячих точках планеты, вот сейчас он обосвещал это событие, освобождение большой группы террористов в обмен на одного единственного израильского солдата. Но вот все-таки здесь присутствующих, еще раз хочу спросить, но вот сейчас их освободили, да, вот сотни из них опять возобновят террористическую деятельность. Собственно, вот предыдущий случай, сейчас многие вспоминают в истории Израиля, была так называемая сделка 85-го года, сделка Джибриля, когда Израиль договорился с главой Народного фронта освобождение Палестины Ахмедом Джибрилем об освобождении трех, трех тогда не одного, трех военнослужащих в обмен на 1150 заключенных исламистов. И буквально через два года началась первая интифада, в которой играли в восстании палестинском решающую роль как раз освобожденные тогда боевики. Евгений Алексеевич, а вы не пробовали взглянуть с другой стороны начиная с 47-го года? Давайте попробуем. Ну, я не буду говорить, что первую войну, они воюют всю жизнь, израильтяне, как образовались как государство, выиграли вообще не имея оружия, они его добывали в бою. В этом моменте, во всем, что произошло, поверьте, их спецслужбы известны и считаются одним из лучших, и они идут на такой неравный обмен, совершенно понимая, что делают. Но для них самый важный аспект, который лежит, я сегодня говорил со многими, потому что многие не понимают, что произошло. Это символ солидарности вот израильского народа вопреки разногласиям в обществе. Я всегда в украинской политике пытался, особенно, когда мы с Петром Алексеевичем были в парламенте, объяснить, ну, почему же мы такие? Вот там они всю жизнь воюют, у них тоже в парламенте ну, одесский привоз, порог они. Но когда внутренний или внешний вызов, они все как один кулак. Здесь очень много убито факторов выигрышных, больше, чем опасность от тех террористов. Во-первых, я допускаю, что даже эти террористы, которых были по три пожизненных срока, по четыре, знаете, в тюрьме, наверное, не дай бог, но можно передумать все. Они могут изменить свое отношение. Все-таки мозги есть, кроме зомбирования. Второе, это великое дело, что всему обществу, которое воюет всегда с превосходящими стране, с превосходящими силами, окружена врагами, дается посыл. Любой человек никогда не будет брошен. И давайте проведем параллель и взглянем на себя. У нас, в Украине, если бы мы вот так относились к жизни человека, просто без войны, мы бы уже давно были в Европе, без криков, без ничего. Просто у нас, мы возьмем, нет войны, нет террора, слава Богу. Но у нас цена жизни, в реальном понимании, даже чиновников, ничего не стоит. Я приведу вам пример, просто вот, как говорится, из жизни. У нас в стране не хватает вертолетов спасать людей. Вот кто ездит за границу, мы придумали, добровольный отряд. Люди частные, у кого есть вертолеты, решили их дать. С летчиками. А много людей у нас участников? У нас около сорока человек. 40 человек, современные вертолеты, современные, ух ты. Современные, которые могут работать вот так, как на Западе показывают, что помощь должна прийти в первый час. И вы думаете, что мы подали законопроект в парламент, изменение воздушный кодекс, и нам запретили. Я говорю, подождите, по Конституции Украины жизнь человека это главный приоритет. Если я проехал мимо валяющегося сбитого человека на машине, вы говорите, вертолет не оборудован, так что, пусть валяется он где-то в труднодоступном месте. Если я на машине не подобрал раненого и не отвез, я нарушил законы, Конституцию и мораль прежде всего. Нет, нельзя. Им так спокойнее. Знаете, рассуждать так могут люди, которые ничего никогда не делали и не были рядом со смертью. Не хочу говорить о своей второй профессии, но могу сказать, вот если мы каждый в своей жизни возьмем пример с того, как премьер-министр маленькой страны, но гордой, пошел на такой шаг и шло обсуждение в обществе, и они пошли против этого, это они пошли на такой шаг, это заслуживает уважения и является примером. Если каждый из нас у себя в Украине, у нас в Украине, начнет о чем-то думать, знаете, что мы сейчас делаем, мы нашли форму, мы написали договор, добровольный отряд украинских ангелов со скорой помощью, частной, государственная не пошла, вот они за все отвечают, а мы просто перевозчики. И мало того, вот что мы взяли, допустим, мы из Израиля, сейчас я это делаю среди автогонщиков профессиональных, у спецназа у всех есть чип, на котором просто ты проходишь диспансеризацию и записывается вся твоя история болезни. Вы же знаете, что при коме, к примеру, при аварии, тебе могут вколоть анестезию, которая несовместима с болезнями, ты умрешь, не дай бог, просто в коме. Мы должны становиться современными и мы должны не проходить мимо любого крика в подворотне и любого нарушения угрозы человеку. Вот мне хотелось бы все-таки спросить господина Мохника, конкретный вопрос есть. Я не знаю, как вы лично сами к этому относитесь, но вот был такой факт, что ваш однопартиец Юрий Михальчишин в мае этого года призвал своих сторонников перенимать опыт борьбы палестинцев из Хамаса, также назвал Холокост светлым периодом истории Европы. Я процитировать фрагмент его выступления. Хамас это исламское антиглобаларистское движение, образцовая модель сопротивления. В обеих антифадах палестинский народ продемонстрировал высокую готовность к самопожертвованию, высокие мобилизационные способности. В Газе появился новый тип бойцов сопротивления. В городских условиях мы видим эффективность партизанской войны с идейно мотивированными бойцами. Палестинцы показывают нам позитивные примеры, на которые следовало бы ориентироваться. Национальная солидарность, социальная активность, роль религии, обеспечение уличного порядка боевиками Хамаса. Это всерьез? Вы призываете украинцев, ваших сторонников ориентироваться на опыт Хамаса? Пане Иоганне, вы там не навели докази того, что вы сказали про светлый период истории, но меньше с тем. Давайте начнем с початком. Напевне, нам в Украине очень легко сравнивать, как цянуется жизнь, например, в том же Израиле, и как цянуется жизнь в Украине. Украина постсоветская держава, и мы просто помнимаем, что в советской истории трупом клали миллионы людей, чтобы дойти до Берліна, когда мало не миллион людей поклали в битві за Киев, чтобы Сталину дать подарок до 7 листопада, и так далее. И в этой ситуации говорить о том, что Украина как сподкоемится этой традиции, она ничего не отличается от Советского Союза. Просто мы не были в таких условиях, в которых был Советский Союз. Это первое. Друге, от отвечая на ваши вопрос. Скажите, пожалуйста, если бы Израиль не перешкоджал утро Палестинскую государство, скажите, пожалуйста, не изменилось к количестве тех, кого вы называете террористами? Адже террористами был Джордж Вашингтон для Британской империи. Террористами был Богдан Хмельницкий для Речи Посполитой. Мы говорим про национально визвольный рух, и он принимает те формы, которые отвечают его теперешнему времени. И Джордж Вашингтон не террористом только потому, что США выиграли эту войну. Богдан Хмельницкий не террористом только потому, что Украина победила свою державу и Хмельницкий засунував Гетманскую Украину. натомисть мы можем ... Революция это только победившая революция. Безперечно. Революция, которая подавлена... Скажите, пожалуйста, если бы Израиль програв свои войны, кем бы были? Мошеда, Ян, Бен-Гурион и так далее? Вони были бы террористами. Потому, что то, что они сделали заради своей державы, но в супереч тем нормам, которые существовали в те часы. соответственно, когда мы сейчас говорим, давайте выполним все международные договоры, давайте сделаем, чтобы была та палестинская и вы увидите количество тех людей, которые называют террористами, их изменится. 29 ноября, по-моему, не в десятки, а в сотни тысяч. Потому, что на самом деле, когда в одной государстве, в одной народе есть только права, а что до других выставляются только обязательства, тут только что цитировалось, что Израиль хочет сделать палистинцам, поднять их до какого-то уровня. Дайте им государство, и хай они живут, а не поднимайте их до какого-то уровня. А вы знаете, что Палестина живет за рахунок грошей, газа, электроэнергии, Израилю, и в них израильские паспорти. Вы спочатку это выясните. Причем то это как это 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 против теракта как взрывы автобусы. перепрошу, много советских, много людей имели советские паспорти, но это же не значит, что Украина не была окупована. Это же совсем ничего не значит. Украина была окупована Москвою, и, власне, незалежность стала наследством в том числе борьбы той же самой украинской паспорти, и надо взрывать людей. Еще раз скажу, а то, что, например, Израиль, а то, что Израиль не выдаёт своих, дивиться, нам здесь проповедуют идею терроризма. Терроризм это всемирная паспорта, осужденная зона. Вы спочатку голосуете за Донецкое время, а потом раптом, когда вас просвечивают, когда вам дают информацию, вы вносите проект закону про то, чтобы вы вносите разницу, вы просто вы слышите меня? Нет, вас не требует слышать. патефон? Я вам задаю вопрос, вы понимаете разницу между военными действиями и терроризмом? И, понимаете, с новым голосом не требует говорить, не требует помрачнее. Проблема палестинского терроризма я еще одно скажу, то, что Израиль своих не сдаёт, був у нас космический мер, или он, я не знаю, пограбил Киев, Киян и так далее. Поехал, засветился в Израиле и, поверьте, даже вот такая мощная партия в регионе мовчить и не может ничего сказать. Потому что Израиль своих не сдаёт, правда же, паник Алисовиченко? По какому поводу? Вы вообще что-то сказали? Вы свечку при чём-то в Израиле? Я не понял. Понятно о чём. Тема передачи совершенно иная. А вы предлагаете торговым заниматься? Ну, сложно вообще даже ориентироваться. Поперше, вместо ответить за депутатом Шановные, у нас за 5, за 3, 4, 5 столетий, которые прошли с временем Хмельницкого, всё, трохи изменилась ситуация в мире. И то, что выправдовывалось тогда, сейчас для любой порядной, нормальной человеке, это неприятное. Еще в 19-м столетия были принципы такие, что всякая революция не варта слезы одной дитины. И ни в каком разе я не хотел бы сейчас переходить до дискуссии или принятный или неприятный терроризм. Давайте не принижать себя как украинцев. Почему сразу терроризм? Одну хвилинку. Потому что вы сказали, что у нас на сегодняшний день есть возможность, когда на террористов можно посмотреть с другой точки зрения. Когда террористические акты мают виправдание, если они действуются с метою национального визвольного руку, здобуття независимости государства и все таки и так далее. На сегодняшний день в 21-м столетии этот подход здобуття независимости является неприятным. Давайте это оставим в прошлом. Но я хотел бы, если вы уже вспоминали создание государства, я хотел бы сказать наше. Я не уверен, что Израиль бы пошел сейчас на эти кроки, если бы не была бы таки принятия в мире после Туречки и соответствующего Демаршу, после Арабской весны, после соответствующего сгострения кризи на Близьком Сходе, что решение Израиль бы это не принято. Бо ключевая позиция та самая. Я думаю, что тут нас это объединяется. С террористами не можно вести переговоры. Не можно. Не можно, террор. Если государство базируется на террористических принципах, то на сегодняшний день эта государство створяет безопасность для всего мира. И тут не может быть компромиссов. Я вважаю, что позиция зараз премьер-міністра Натаньяху, которого я добре знаю, уряду, с которым я могущество спілкуваться, потому что я боюсь тем, что подчас мого перебивания в министерстве мне удалось започаткувать переговоры про безвизовый режим, который сегодня эффективно действует на пользу как граждан Украины, которые могут поехать поклониться святинам христианским, так и на пользу граждан Израиля. Сколько там живет, кстати, бывших 300 тысяч, бывших в Украине? Они, кстати, являются вторыми они являются потенциальными объектами террористической угрозы. Не выключено. Не выключено. Колишние наши граждане. Але я хотел бы сказать просто наступное, что Израиль был вимушен змінить тактику и в такой способ продемонстрировать святому, что он способен строить по-другому отношения с палестинцами. И это уже не только Голуб, Мира, Шимон Перес как президент Израиля, но и Яструбы, которые сегодня есть в израильском уряде, понимали, что абсолютно по-другому надо строить отношения с палестинцами. Беннин и Натаньяху командир с панем подразделения. Брат его погиб единственный погибший при освобождении заложников командира. И, возможно, это крок на встрече. Это, про что вы говорите, что цивилизованным шляхом, через выхование, через научение, через гуманитарную допомогу, через абсолютно другие позиции, построить иншу структуру возможной будущей палестинской государы, которая будет строиться не на терроризме, а на общественных принципах морали. Говорите, что палестинская государь есть. Давайте, не принято речь. Извините, палестинская государь на сегодняшний день потеряла возможность своего создания оголошением войны Израиля. Пану Порошенко, это было в 47 году, когда решение ООН от создания двух государств на территории бывшей подмандатной полицией было проигнорировано. Вашему спичу 100 роков назад дав Владимир Зеев Жаботинский. Він написал блискучая статья «Мракобіс». Где он? Где я? Не, не, вы просто дослушайте. Стаття про Гарибальди. Мракобіс Гарибальди. Потому что он говорит, если Гарибальди жив не в 19 столетии, а в нашем гуманном 20 и если он борется за Италийскую государство не тогда, а сейчас, то сейчас его передовая общество бы заклинила как мракобіс. ему счастливо он в войну за незалежность Италии в 19 столетии и Владимир Жабетинский говорит, это счастье, что Гарибальди так совершил и стал национальным героем Италии. Минахин Беген, который взорвал отель Киндевит потом, между прочим, активнейшим образом участвовал в усилиях по установлению мира на Ближнем Востоке. Мы же как раз с этого начали. Я хочу сказать про что я не только говорю, что нужно выходить из поваги, из безопасности жизни и не принять любую форму террористической деятельности. Но, я требую поваги для себя. Так вот, я не только словами требую, чтобы у нас была повага до оппонента, повага до будь-якого громадянина, пытаться переконаться, но я и даю. Я пишусь тем, что в 2004 году подобается это кому-то или нет, я был одним из лидеров, когда мы организовали помаранчевую революцию. И я пишусь тем, что тогда, несмотря на достаточно радикальный настроек общества, я, до речи, кривали на Майдане, поважали, не было никаких драк, не то, что контртеррористичных акций, в зубы не дали. Вибивается у меня приклад и сам возьми и сделайте сам. И это будет твой обязан, как громадянин. Пане Порошенко, если вы говорите про повагу, мы с вами своей разумной пластикой, и, пожалуйста, не требует меня тикать. Пожалуйста. Пане Порошенко, скажите, пожалуйста, вы сказали такую цикавую фразу, в 1947 році Палестин втратили право на независимую державу. На веки втратили? Вы только что сказали? Только в 1947 році. А сейчас имеет право? А почему Израиль не допускает это? Все переговоры были зимы. Послушайте, вы кем працюете? Директором Палестинской державы? Вы чего говорите? Я вам хочу на своей посаде вы знаете что? Я взагали на евро. Послушайте сюда. Не хамите. Ну, навещо это вы делаете? Вы не знаете. Я вам не оправдан. Кто хамит? Скажите людям. Вы послушайте спокойно. Я понимаю, что вы такой умный, как моя жена вчера. Вы послушайте. Вы слушали, что вы меня не оскорбляйте. привоз это гордость страны, в том числе и Одессы. Я вам потом прочитаю. Я не горжусь. Ну, вы что, на базаре, действительно. Мы же не на привозе. Я вам задаю тоже один вопрос. Выбачьте на украинский. Вы слышали, что израильтяне взорвали автобусы с палестинцами? С детьми? Я чую, что они стреливают мерный квартал. Вам до ликаря. Выбачьте. Я что-то не понимаю. Одних называют террористами без суду, потому что часть из них не сидела, правда? Не была связана соответственно решению суду. Вы знаете, насколько я знаю, там были люди, которые были осуждены, или те люди, которые находились под следствием. Я сейчас не понимаю. Мы кидаемся на оправдание террористов. Я тоже не понимаю. Существуют объективные исторические факты. Мы начали говорить в 1947 году. Послушайте меня. Я думаю, что это будет криминальным расследоватом поддан по тебе. У палестинского народа был шанс получить свою национальную государственность на территории части подмандатной бывшей английской подмандатной Палестины. И остается. Только ситуация, к сожалению, изменилась. Палестинский народ безусловно не имеет права быть сегодня обвинен в тех ошибках, которые допустили тогдашние лидеры арабской части палестинского населения. Той надоеем цей шанс реализовать. На протяжении десятилетий этот шанс им не давали осуществить, в том числе и арабские лидеры, которые призывали к полному уничтожению Израиля, тем самым превращая палестинцев. А вывод из этого диалога можно было сделать очень простой. Нетерпимость во взаимоотношениях, нежелание вести диалог, вот то, что мы сейчас увидим. Это то, что ведет к террористу. Как минимум нужно вести диалог. В противном случае не будет 21 века. вы не чуете 78% украинцев, которые выступают за державность украинской мовой. И вы говорите про толерантность? Вы видите предмет, когда человек просто не уважает права человека другого. Вы как народный депутат не уважаете права нации народным депутатом, от которой вы есть. Вы знаете, фанатизм это как раз путь не родить волевый повзят. Очень многие политологи сегодня еще говорят, это тревожная вещь, что сегодня единственная угроза возникновения новых войн, гражданских конфликтов общества это национальное религиозное нетерпение. Я сегодня считаю, что это загроза национальной безопасности. И политика национального примирения, и политика консенсуса. На сегодняшний день я хочу просто продемонстрировать, что есть тема, которая объединяет общество. Например, тема европейской интеграции. Вы за европейскую интеграцию. Вы за все за европейскую интеграцию. Так берите темы, которые объединяют общество. Не берите темы, которые рассказывают. Демонстрируйте. Есть один нюанс. Те, кто хочет в Европу, он вроде поддевает лайковые перчатки, а по пояс находится, мягко говоря, в грязи. Потому что вот здесь у меня есть права, а вот здесь все остальные пусть будут делать так, как нам хочется. Я перепрошу, паня Паршенко, вы же на шустры буквально две години тому доводили, что влада не робит кроки, не таки кроки, которые нам заважают. что мы великая загроза, потому холокост уже прошло 70 лет. История показывает, что если мы забываем эти кровавые уроки истории, то появляются вот такие, какие... у меня вопрос у меня предложение пропозиции, что если Украина пошла первой, скажу от сердца, и вызнала то, и извиняется за то, что в Бабиномояре рослили. Вы можете как в другие страны Европы признали и извинились? Я думаю, государство Израиль будет... За что извиняется? Я считаю, Голодомор нато не Пётр Алексеевич Порошенко сказал «Общего языка, надо научиться слушать друг друга, надо солерантно относиться к разным точкам зрения, а не бросаться сразу в бой, господин». Спасибо вам большое всем, кто был с нами до этого позднего времени. Встретимся в этой студии через неделю. Я не пойму, он же не идет. Спасибо. Почему он это делал? Почему Продолжение следует...